Точно в установленный срок начинают все работы. Но, похоже, нам сегодня это удалось, несмотря на выходной день, на субботу, на хорошую погоду. Поэтому я рад всех приветствовать в нашем историческом здании, второй день работы нашей конференции. И он, обещаясь, быть очень важным и очень интересным. Потому что этот день сегодня посвящен очень важному вопросу. Вот куда пропал этот важный вопрос? Только что был. Это вот за что я люблю электроны. За то, что они пропадают в самый нужный момент. Итак, у нас сегодня с вами круглый стол. Кому и зачем нужна программа поддержки детского и юношеского чтения? Сами понимаете, что вопрос простой. Потому что провокативный. И потому что не все до конца понимают важность того, что чтение начинается с детства, и что государственная поддержка этому процессу абсолютно необходима. И начинаем мы этот важный разговор с двух основных фигур. А вот взять ему время, чтобы наш садок-ладчик появился. И он появился. И начинаем мы наш разговор с двух выступлений наших уважаемых коллег. Это Александр Петрович. Евгений Иванович Кузьмин. Прошу любить и жаловать, Евгений Иванович. Покажитесь людям. Оторвитесь от компьютера. И Мария Александровна Веденяковна. И мы просим Евгения Ивановича, не откладывая дело в долгий ящик, использовать свои 20 минут по назначению. 20, да? Да. А говорили больше? Нет. Ну, тогда это как пулемет. Без рассуждений. Добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, это очень важный вопрос. Кому и зачем нужна поддержка чтения детского? Но еще более важный вопрос. А что такое поддержка детского чтения? Какого чтения? Каких детей? И для чего, так сказать, вообще? И кто их, так сказать, будет поддерживать? В их усилиях по продвижению чтения? Значит, доклад мой называется «Приобщение детей к письменной культуре и чтению». Заметьте, не к чтению, а к письменной культуре и к чтению. Это концептуальное положение программы. И дальше, так сказать, я объясню, почему так, а почему мы только чтение. Первый вопрос, так сказать, почему мы говорим о чтении сегодня? Второй вопрос. Чтение – это что? Третий вопрос. Что, собственно говоря, изменилось? Откуда вдруг вся страна, как сумасшедшая, начала, так сказать, 10 лет назад говорить про чтение, а сегодня про детское чтение? Знаете, марсианин не поймет, откуда, так сказать, проблемы здесь берется. И почему, так сказать, 10 лет усилий не приводит к каким-то существенным результатам? Почему не получается? Вот тут вот дальше возникает целый ряд вопросов и целый ряд необходимостей давать определение, добиваясь единообразного понимания сферы, в которой мы работаем, единообразного понимания задач, их содержания, направления усилий и так далее. В 2006 году было много очень споров, что такое чтение. В результате, так сказать, все сошлись, и это было принято, это было установлено, подписано, утверждено, что чтение – это освоение информации. Какой информации – это второй вопрос. Некоторые, так сказать, умные люди говорили, это декодирование, так сказать, текстов и знаков, но на таком определении, правильном, с научной точки зрения, значит, не согласились, пошло вот такое определение. Чтение – это освоение письменной, текстовой, печатной информации. Чтение, когда возникло? Оно возникло тогда, когда возникло письмо. Оно возникло тогда, когда человечество начало формировать новый уровень своей культуры, символический уровень письменной культуры. Что сейчас меняется? Меняется принципиально информационная среда. Мы говорим о чтении, как об освоении информации, кардинальным образом меняется информационная среда. Она усложняется, появляются новые виды типа информации, новые виды и способы передачи информации, новые виды информационных объектов и так далее, новые способы поведения, создания информации. Объемы информации растут. Объемы информации растут в экспоненциальном порядке. При этом доля текстовой информации неуклонно снижается. Несколько лет назад была такая цифра, одна тысячная доля процента, если измерять в байтах, еще в чем-то. Сегодня я думаю, что это еще меньше. Если мы вспомним, так сказать, большинство сидящих в этом зале свое детство, один канал телевидения, одна программа радио, и мы читали книги, для того, чтобы узнать, что происходит, что происходило, как что выглядит, как что движется и так далее. Сегодня освоение социокультурного окружения нашего происходит в основном через образы, которые предлагают нам средства массовой информации, интернет, видео и так далее. А не через тексты, и даже не через устную речь. Культурологи говорят о веке экранной культуры, о виртуальной культуре, о закате письменной культуры и так далее. Почему, так сказать, люди все меньше и меньше читают? С точки зрения государства. С точки зрения каждого человека, у каждого свои причины. А с точки зрения государства, правительства. Потому что институты, созданные для того, чтобы формировать письменную культуру, приобщать людей к письменной культуре, к чтению, с этим не справляются. Какие институты? Система образования, система книгоиздания и книгораспространения особенно. Система, так сказать, библиотек, система пропаганды. В первую очередь, средства массовой информации. Институты с этим не справляются. Как-то, это мы говорим о чтении, так сказать, вообще всех людей. Если мы говорим о чтении детей, то здесь мы тоже видим, что, вернее, не то, что видим, мы как бы постулируем утверждение, что поведение детей зависит от поведения взрослых, от читательского поведения взрослых, которые их окружают. Родственников, учителей, соседей и так далее. Ну и сверстников тоже. Но это на более позднем этапе. Значит, приобщенность молодых родителей и приобщенность учителей к письменной культуре чтения, то есть к освоению текстовой письменной информации, постоянно снижается. Вот какой пример, так сказать, видят перед собой дети. Что происходит с современным человеком, который потребляет информацию в виде зрительных образов? Ну вот, буквально на днях мы все время эту тему обсуждаем, что же происходит с человеком. На днях, так сказать, меня Татьяна Дмитриевна Жукова, вам известная, рассказала, что... А, вот она сидит. Рассказала мне о том, что она сейчас читает, так сказать, последние труды Натальи Петровны Бехтеревой, нашего выдающегося, так сказать, нейрофизиолога, и которая в последние годы занималась логией творчества. И дальше я буду плохо пересказывать то, что мне Татьяна рассказывала. Значит, вот когда мы смотрим телевизор и видим готовую картинку, для того, чтобы осознать, что мы видим, у нас в голове начинает, так сказать, там, работать невероятно, так сказать, на уровне высшей деятельности нервной, огромное количество нейронов. Огромное количество. А когда мы читаем текст, где мы ничего не видим, кроме каких-то знаков, у нас количество нейронов и интенсивность их работы увеличивается в какой-то, так сказать, невероятной прогрессии. Вот современный человек, который видит, так сказать, это все на экране в основном, что он утрачивает? Он утрачивает способность рефлексировать по поводу увиденного, последовательно, логично, самостоятельно мыслить, воспринимать сложные смыслы и действительность адекватно, формулировать и излагать собственные мысли на письме и в устной речи, понимать чужие высказывания, которые выражены сложными словами. Какой мы можем сделать неутешительный прогноз? И, собственно говоря, каждый это ощущает. В контексте усложнения глобальных процессов, в политике, в экономике, в культуре, где угодно, при сохранении этой тенденции, что люди меньше читают, и дети меньше читают, и меньше осваивают информацию, а следующее поколение россиян, которое достигнет трудоспособного возраста, через 10-15 лет, не сможет на соответствующем высоком интеллектуальном уровне решать в условиях глобальной конкуренции серьезные проблемы в стране и мире. Они не будут понимать, что происходит. И сейчас огромное количество людей не понимает, что происходит. Не понимает, от какого состояния, так сказать, культурного, социально-экономического, политического и так далее Россия ушла, куда она идет. Куда идет мир, куда идет Запад, что происходит с экономикой, что такое экономика знаний, не на словах, а на деле, и так далее, и так далее. Что происходит с культурой. Задача всего российского общества, всей мыслящей части российского общества сделать так, чтобы постараться преодолеть негативные тенденции и сформировать предпосылки для позитивных. Преодолеть негативные тенденции в сокращении, так сказать, чтения и нарастить позитивно, чтобы люди читали больше, более осмысленно, понимали, что они читают и так далее. Читали разнообразные вещи, все общество в целом. Теперь вопрос задается... Задача все общества преодолеть тенденции, правильно? А задача национальной программы, которая обращена не к шахтерам, не к инженерам, не к врачам, она обращена прежде всего к институтам поддержки развития чтения. Библиотекам, системе образования, СМИ, книгоизданию, книгораспространению, органам власти. Вот институты, которые поддерживают чтение. Это их задача. Задача этой программы в том, чтобы приобщить детей и подростков не только к чтению, но и шире к письменной культуре. А что может национальная программа? Она может воздействовать на эти институты, государство через национальную программу воздействует на институты. Для чего? Для того, чтобы в них работали более квалифицированные люди, которые понимали лучше, что они и зачем делают. Для того, чтобы институты взаимодействовали между собой гораздо лучше и интенсивнее, чем это происходит сегодня. То есть для того, чтобы объединить ресурсы. И таким образом, так сказать, интеллектуальные, кадровые, финансовые, так сказать, всякие остальные. Письменная культура, важно тоже понимать, уже немножко говорил про это, относится к символическому уровню культуры, который человечество сформировало для чего? Для сохранения и распространения социально значимой информации. Информации, которая значима для всего общества. Без этой информации общество не может развиваться. А социально значимая информация, это информация, которая нужна для решения социально значимых проблем. Социально значимые проблемы, это такие проблемы, которые, накапливаясь во времени и в пространстве, из них не решаются, приводят к катаклизмам, социальным беспорядкам, революциям, потрясениям, войнам и так далее. Для решения социально значимых проблем. Возникновение цифровых технологий интернета в этом смысле ничего не изменило. В библиотеке это хорошо понимает. Приобщенность человека к чтению, к письменной культуре, что это такое? Вот что она предполагает, эта приобщенность? Она в первую очередь предполагает обученность чтения. Что такое обученность чтения? Это умение читать, воспринимать и понимать содержание и смысл текстов, которые переданы через значение слов и выражений, синтаксис, пунктуацию, орфографию. Обученность чтения предполагает умение использовать в профессиональных и повседневных практиках информацию, которая извлекается из прочитанных текстов. К этому надо добавить еще умение писать и умение правильно говорить. Приобщенность к письменной культуре включает знания и понимание феномена письменной культуры, ее роли в развитии человеческих обществ, понимание места, значения и роли ее основных институтов, образования и просвещения издателей, распространителей, хранителей, в частности, библиотек, архивов, музеев, центров научно-технической информации, книжных магазинов и так далее. Включает понимание языков письменной культуры, видов и типов письменных текстов, изданий, литературных жанров, великих авторов и их произведений, а также способность свободно ориентироваться в письменной культуре, что связано с читательской компетентностью человека. Приобщенность человека к чтению, вот как видно было из приведенных определений, есть необходимое, но недостаточное свидетельство, недостаточный признак и доказательство его приобщенности к письменной культуре. Человек может читать что-то, какие-то простые, так сказать, тексты, при этом он совершенно не понимает, зачем библиотеки, зачем архивы, зачем издательства, зачем институт редакторов, зачем институт корректоров, так сказать, что это значит, что без чтения будет происходить, роль интернета, так сказать, какой бы она ни была, человек может не знать. Ни великие произведения, ни великих авторов, ничего не может знать. Он читать умеет, он что-то читает каждый день, какую-то галиматью, билиберду, что-то такое простенькое, так сказать, на ночь. Или не на ночь. То есть приобщенность к чтению не есть приобщенность к письменной культуре. Приобщенность к чтению никак не свидетельствует об уровне образования, мышления, так сказать, и поведения человека. Вопрос дальше возникает. Чтение чего? И с какой целью мы хотим продвигать? Ну, в программе говорится об этом, что чтение всего. Чтение книг, газет, журналов, художественных произведений, современных и классических, российских и зарубежных, научно-популярной литературы, научной, просветительской, образовательной, политологической, правовой, экономической, исторической, культурологической и так далее. То есть мы говорим о всем спектре письменных текстов. Когда мы детей воспитываем, то мы должны понимать, что они становятся потом взрослыми. И вот тут надо понимать, а что читают, собственно говоря, взрослые? И почему взрослые что-то вообще читают? Вот в силу каких-то причин читают люди? Они читают при получении общего... То есть оттуда, сзади, ничего не видно, что тут на экране, да? Видно. Зато хорошо. Ничего не видно. Зачем презентать себя? Куковки. Куковки. Ну куда же больно? Мне кажется, экран бы можно было побольше в городе иметь. Люди читают в силу разных обстоятельств. При получении общего и специального образования. Это понятно. В ходе профессиональной деятельности. Но только такой, для которой это оказывается необходимо. Для многих видов профессиональной деятельности читать не нужно. Для решения проблем повседневной жизни. Когда люди обращаются к разного рода справочной информации, инструкциям, сообщениям каких-то, так сказать, о том, что происходит. В основном сегодня это делается в интернете, в социальных сетях. И в этом случае чтение можно считать массово необходимой и массово распространенной составляющей соответствующих процессов. А что является не массово распространенным? То, что люди читают в силу каких-то других причин. Что же это за причины? Ну, вот мы, так сказать, определяли, думали в период разработки программы. В стремлении выйти за пределы жизненной рутины. Прожить жизнь каких-то, так сказать, других героев. Там приобщиться, так сказать, к мыслям какого-то другого автора. Оградить себя от жизненных проблем. Отвлечься. Определить для себя какую-то ситуацию. Понять, как мы сами себя будем в ней вести. Пережить какие-то эмоции. Освоить чужой жизненный опыт. Чужой социальный опыт. Мы читаем, так сказать, малое количество людей. Читает так в целях самообразования, самопознания, поиска жизненного пути. Для социализации. Так. Для воспитания детей. Вот даже малочитающие люди часто читают, так сказать, для воспитания детей. Они читают детские книги. Они читают книги какие-то о воспитании. Для того, чтобы помочь своим детей. Для развлечений мы читаем. Наконец мы читаем, так сказать, просто по привычке. Даже не отдавая себе отчет, зачем мы это делаем. В этих случаях, как я уже сказал, к чтению прибегают представители отдельных социокультурных групп. Прибегают либо систематически, либо периодически. Существуют те, кто вообще не читает, поскольку в этом не нуждается. И так было и есть всегда во всех странах. Даже в самой читающей стране Советский Союз огромное количество людей никогда ничего не читало. Таким образом, так сказать, мы можем сказать, что приобщенность большинства граждан в письменной культуре можно определить следующими, так сказать, указателями. Это полученные при обучении в школе знания умение грамотно писать и читать. Это участие в переписке в социальных сетях и посредством, так сказать, СМС. А также, так сказать, чтением и пониманием значимых для людей объявлений, названий, улиц, там чего-то, кафе, меню и так далее. Товар изнородного потребления. Важную роль в приобщении к чтению и письменной культуре играют семья, школа, в школе, так сказать, содержание обучающих практик, читательское поведение окружающих взрослых, родственников, учителей, наличие или отсутствие связей между семьей и школой, информационная среда, семейная, школьная, детская библиотеки, качество литературы, которая доступна физически и доступна финансово, качество культурного посредничества между книжным потоком, детей и их родителями, ну, библиотека, или говорят, навигация в литературном пространстве. Очень важная вещь. Это возрастные возможности детей при освоении письменной культуры, и их способности осваивать письменную культуру. Далеко не все могут освоить все, и не в каждом возрасте все одномоментно осваивается. Зачем детям нужно осваивать письменную культуру? Зачем мы хотим, чтобы дети осваивали письменную культуру? Это необходимо по ряду важных для существования общества причин. Значительная часть социально значимой информации, знаний, ценностей, смыслов, опыта содержится в письменных источниках и извлекается именно из них, а не из визуальных образов и не из устной речи. Опыт чтения у ребенка развивает способность связывать то, что означает, хочет означать автор текста, и то, что на самом деле означает его сознание. Умение связывать, это называют когнитивные психологи, умение связывать означаемые и означающие. Поскольку ребенку самому приходится, видя эти знаки, находить объекты и переживания, которые вкладывались авторам. Когда мы говорим или смотрим, вот эта связь между означаемым и означающим, она предлагается уже в готовом виде, думать не надо. Опыт чтения развивает у ребенка подвижность интеллекта, способность к комбинаторике, творческое воображение, поскольку, повторяю, в отличие от кино и телепродукции, компьютерных игр, в процессе чтения, он по-своему интерпретирует значение слов и их сочетание, представляет себя прочитанное, а не пользуется готовым изобразительным рядом. Чтение способствует личностному развитию, самоутверждению, самоуважению, самостоятельности, широте взглядов, кругозору, принятию других, лучшей адаптации в обществе, в социальном характере, поскольку, читая тексты, ребенок осваивает, больше слов и больше способов выражения собственных мыслей и переживаний, чем в контексте устной коммуникации. Вот я все время провожу водораздел, так сказать, между устной и визуальной коммуникацией, и чтением. Чтение способствует развитию эмоциональной сферы, формирует способность к сопереживанию, без чего невозможно полноценное общение и обучение. Вот сейчас приведу несколько цитат из национальной программы поддержки развития чтения, которая была разработана и принята 10 лет назад, и которая, по моим наблюдениям, очень плохо, так сказать, освоена была взрослыми, которые продвигают чтение. Вот такой парадокс. Библиотекари хотят продвигать чтение, приезжают на курсы повышения квалификации. Как лучше продвигать чтение при этом? Только 5% или 10% читали текст национальной программы, и то читали, так сказать, его 10 лет назад, и так вот посмотрели, чего-то непонятное, и отложили в сторону. Чтение, написано было в национальной программе поддержки развития чтения 10 лет назад. Чтение представляет собой важнейший способ освоения базовой социально значимой информации, составляющей основу, системное ядро многонациональной и многослойной российской культуры. А именно, из чего этого ядро состоит? Из профессионального знания, обыденного знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторических, о важных исторических событиях, не приходящих, так сказать, по своему значению, текущих событиях и нормативных представлений, что есть норма, что есть не норма. Чтение является важнейшим механизмом поддержания этого ядра, когда мы говорим и о его профессиональной, и обыденной составляющей. Чтение является самым мощным механизмом освоения языка, так сказать, поддержания и упреумножения его богатства. От уровня письменной, от уровня освоенности письменной культуры, которая зафиксирована в печатной продукции и сконцентрирована в специальных институтах, образования, библиотеках, архивах, издательствах, агентствах по распространению печатной продукции. Вот от уровня освоенности всего этого зависит понимание того, что происходит, оценка того, что происходит. И мы эти изменения, так сказать, осваиваем, интегрируем как бы в свою жизнь. А это возможно только при таком уровне читательской компетентности, который обеспечивает эффективность поиска литературы, отбора литературы, организации своего чтения и осознанность, что и зачем мы читаем, для чего мы это все читаем. Цель, еще раз возвращаясь и завершая уже свой доклад, еще раз сформулирую цель национальной программы поддержки развития чтения, как она там сформулирует. При общении детей к чтению, при общении к чтению детей, подростков и юношеств, формирование их читательской компетентности, при общении к письменной культуре, необходимо для того, чтобы новое поколение российских граждан, используя письменные источники, смогло бы ответить на вызовы современности на высоком интеллектуальном уровне, сохранить и обустроить Россию. Дальше, так сказать, имеет смысл начать уже говорить об основных направлениях программы, я не буду этого делать, это уже будут делать другие, Мария Александровна будет об этом, очевидно, рассказывать. А основные направления программы, это научно-исследовательская и методическая деятельность, это поддержка детской литературы, книгоиздания и книгораспространения, это, я цитирую, разделы концепции национальной программы, развитие инфраструктуры детского, подросткового и юношеского чтения, это медиасфера, которая сегодня все больше и больше определяет наше поведение, мировоззрение, мышление и все остальное, это развитие кадрового потенциала. И надо всегда помнить, когда мы формируем проекты по продвижению чтений, реализуем эти проекты, обсуждаем, оцениваем, что ни в коем случае нельзя упрощать проблему и подменять эту проблему. Второе. Не упрощать задачи и не идти по пути наименьшего сопротивления. Всегда формулировать, что и для чего вы делаете. Вот вы что-то делаете, что конкретно, так сказать, вы делаете, для чего, какое чтение вы продвигаете, что чтение этого материала даст в будущем, каким оно может привести результатом. Более-менее, так сказать, структура этого анализа, она уже в моем докладе намечена. Надо всегда помнить о том, что необходимо взаимодействовать с другими институтами в поддержке развития чтений. Библиотекам со школьными учителями, школьным учителям с родителями. Всем вместе взаимодействовать с издателями, с книгораспространителями, с органами власти и так далее. Ну и при реализации, так сказать, всех проектов, при формулировании и при оценке необходимо соблюдать требования социальной эффективности. И всегда отвечать на вопрос, почему это необходимо, почему это полезно, и почему это привлекательно. Главное, это приобщение детей к письменной культуре, вот ко всему этому богатству, так сказать, и сложности. А не просто, так сказать, ребенок у вас что-то на ваших глазах прочитал и на этом успокоился. Спасибо за внимание. Огромное вам спасибо. Смотрите, я думаю, что у нас наверняка появляются какие-то сразу и вопросы, но, скорее всего, будет правильно, если мы послушаем Марию Александровну, и потом уже в контексте двух, так сказать, вот этих судьбоносных выступлений зададим какие-то разумные вопросы. Ну, я, наверное, позволю себе с места. Во-первых, я очень рада видеть вас всех и очень благодарна Российской национальной библиотеке за то, что она организовала эту конференцию, в рамках этой конференции «Круплый стол», посвященный именно проблеме, вернее, не проблеме, а созданию концепции программы поддержки детского, подросткового и юношеского чтения. Я благодарна РНБ, мы с сотрудниками РНБ всегда находимся в очень тесном контакте, делаем совместное исследование, имею в виду Российская государственная детская библиотепа. И я хотела бы вслед за Евгением Ивановичем, который сделал установочный доклад по этой теме, поделиться с вами некими такими практическими соображениями, потому что понятно, что Российская государственная детская библиотека это учреждение, которое занимается каждый день, можно сказать, с утра до вечера, без выходных, именно тем, что приобщает детей и юношество к чтению. Потому что РГДП действительно является труднейшей детской библиотекой, не только у нас в стране, но и в мире. И кроме того, что у нас очень хорошие и замечательно обновляющиеся фонды, у нас еще и замечательное помещение, за что мы благодарны предыдущему директору детской библиотеки, потому что только ее усилиями можно было получить здание почти что в центре Москвы, получить 9 тысяч квадратных метров. Поэтому я все-таки позволю себе, поскольку мы совместно участвовали в разработке данной концепции, то можно сказать, что работа над этой концепцией соединила, ну даже не знаю, что сказать, коня и трепетную лань. Но кто тут лань, даже непонятно, потому что все-таки... Все-таки я коль. Все-таки Евгений Иванович, он нам как бы сейчас преподал такой и представил, ну я бы сказала, научное обоснование тому, чем мы, в общем-то, практически занимаемся и изо дня в день. И, собственно говоря, я не скрою, что вот действительно за последние десятилетия были сделаны заметные, я бы сказала, в области чтения произошли заметные подвижки, результаты. Эта проблема стала все более часто обсуждаться, ей стали уделять значительно больше внимания, появилась реклама в СМИ, был проведен год культуры, за ним последовал год литературы, был создан комитет по поддержке медиаиздания, литературы и чтения, возглавлял его Сергей Евгений Иванович Нарышкин. Были проведены уже два фестиваля на Красной площади, Книги России, и это все свидетельствует о том, что та программа, о которой говорил Евгений Иванович, и сожалел о том, что мы плохо и не всегда с ней были знакомы и изучали ее, мне кажется, что все-таки вот эта программа, она и дала свои результаты, потому что чтение, и это та категория, которую очень трудно измерить показателями, и невозможно эти показатели измерить раз в три года, раз в год, это то, что действительно создается и нарабатывается в поколении. Разрушить можно действительно достаточно быстро за одно-два поколения, а вот воссоздать и заняться этим для того, чтобы это приносило какие-то значительные результаты, и чтобы действительно общество становилось более грамотным, более информационно подкованным, чтобы все, можно сказать, начиная от СМИ и заканчивая, не знаю, как сказать, игрой на школьной площадке, говорили на правильном русском языке, это все, собственно говоря, должно сейчас воссоздаваться, потому что, ну вот вчера было, например, совместное заседание Совета Препрезиденте по культуре и Совета Препрезиденте по русскому языку. И действительно этим проблемам уделяется много времени и много внимания, потому что даже то, что вот создан был специальный Президентский Совет по русскому языку, говорит о том, что существует проблема. Это не значит, что нам надо всем встать, или, так сказать, грудью на защиту русского языка. Русский язык есть, был и будет. Но как современные люди используют этот язык, это действительно вызывает вопросы и понимание того, что этим надо заниматься на более серьезном уровне. Вот, собственно говоря, именно поэтому, когда шел фестиваль в этом году «Красная площадь» в Книге России на Красной площади в Москве, и в рамках этого фестиваля был круглый стол с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, то там прозвучала эта идея с нашей стороны о том, чтобы все-таки программу поддержки детского и юношеского чтения выделить в какое-то отдельное направление. И инициатива эта была поддержана, и вот опять-таки возвращаясь к практическому исполнению, для того, чтобы она что-то сдвинулась, сначала надо разработать концепцию, чем мы, я бы сказала, мучительно занимаемся все это лето и осень. После этого концепция должна быть утверждена правительством и выдано распоряжение о создании государственной программы. И вот только после того, как эта программа будет создана и принята, мы будем понимать, что, какие направления будут конкретно поддержаны. И, наверное, то, что, по большому счету, захватывалось в этой концепции, безусловно, найдет отражение и в программе, потому что это некий такой вот скелет того, что должна будет представлять из себя эта государственная программа. Я хотела бы остановиться, потому что, поскольку вся эта концепция, она уже определенное время, находится в открытом доступе на различных интернет-ресурсах. Она вот издана, Геннадьевич, можно я покажу? В такой вот брошюре. Она прошла очень много обсуждений, экспертиз, и получила достаточно много комментариев от различных институций, которые занимаются проблемами детского и юношеского чтения. И вот в таком виде сейчас передано в правительство, о чем нам на открытии культурного форума сказал Владимир Викторович Григорьев, что вот со дня на день можно ожидать ее подписания. Это будет большим для нас достижением. Почему? Потому что, каких бы мы не придерживались взглядов, какие бы у нас не были, разные представления о том, чем надо заниматься в первую очередь, как этим надо заниматься. Мы все болеем одним вопросом и одной проблемой, как сделать так, чтобы наши дети не только большее количество детей читали, но чтобы они читали и понимали смысл того, о чем они читают. И, кстати говоря, вчера на этом заседании выступала Духанина Любовь Николаевна, которая является заместительным председателем комитета по образованию Госдумы, которая вот ровно это же и говорила о том, как это важно, чтобы дети читали, чтобы они читали хорошую литературу, чтобы они не столько больше читали, но сколько бы читали так, чтобы понимать смысл прочитанного. И даже, вы понимаете, мне было удивительно услышать из уст депутата такой термин, как вопросы медленного чтения. Я, честно говоря, была, так сказать, даже этому неудействительно это меня удивило, потому что это обычно мы на своих сугубо профессиональных собраниях уделяем какое-то этому время и значение, занимаемся этим в своих библиотеках, но чтобы вот на таком уровне из уст депутата это услышать, ну, я бы сказала, что это тоже вести жизни определенная программа чтения. Я хотела бы, наверное, вот остановиться опять-таки на ряде аспектов этой программы и изложить то, как мы, как практики представляли себе реализацию этой программы. И хочу сказать, что, безусловно, в основе этой программы, конечно, должна лежать литература. Литература самая разнообразная литература для детей, подростков и юношей, включающая в себя как художественную литературу и классическую, и современную, зарубежную, отечественную, научно-познавательную литературу, литературу развивающую, образовательную, познавательную, и, то есть, абсолютно все аспекты литературы, независимо от того, в каком формате эта литература подается. Это могут быть как традиционно бумажные носители, как не векронные, в этом нет никакой разницы, главное, чтобы это был текст и понимание этого текста. И, собственно говоря, на этой базе все эти институции, о которых говорил Евгений Иванович, а это в первую очередь семья, с которой, собственно говоря, все начинается и без включения которой невозможно, невозможно сделать программу детского и южного чтения. Работа с родителями, ответственная родительство, оно должно стать ключевым направлением в реализации этой программы. Безусловно, это вся система образования. Это и детские сады, и школы, это и учителя-словесники, и школьные библиотекари, это, как бы, так сказать, безусловно. Ну и, конечно, все учреждения, которые представляют собой библиотеки и всю систему искусства, культуры, просвещения. Это и музеи, это и театры. Поэтому, когда шла работа над вот этой вот концепцией, программой, понятно, что мы привлекали абсолютно всех специалистов, представляющих разные направления. Там были и книгоиздатели, и книготорговцы, музейные работники, театральные деятели, библиотекари, психологи, педагоги, социологи, культурологи. То есть, понятно, что программа носит абсолютно межведомственные, и в этом ее главная сложность и главное преимущество, если она будет реализована. вопросами детского чтения не могут заниматься только библиотекой, не могут заниматься только школой. И когда мы все время ответственность перекладываем на какие-то из этих учреждений, то это определенно неправильно, потому что абсолютно все участники этого процесса, как я сказала, от семьи до преподавателей, включая всех тех, кого я перечислила, вот это те, кто занимается вопросами, вернее, проблематикой приобщения детей и подростков и юношей чтения. И тут я хотела бы все-таки, поскольку мы находимся на территории библиотеки, сказать о роли библиотек в реализации этой программы. Я вообще хочу сказать, что мы, наверное, как-то не дооцениваем даже той роли, которую играют в библиотеке в решении этих проблем. Сейчас только что прошел конкурс «Самый читающий регион», который проводил Российский книжный союз. И, собственно говоря, вот на итоговом обсуждении, вступлении я являюсь членом жюри, то Сергей Вадимович Кипашин как раз вот подвожил итоги победителя в Воронежской области. Но что я хочу сказать, что когда мы читаем все проекты, представленные регионами, в этом году участвовало 84 региона, за исключением поток «Ненадцать одного», «Магаданская область», но почему-то контакты не сложились с этим, непонятно даже почему, но тем не менее, 84 региона. Вот основные проекты в регионах и основная активность – это библиотечность. Вот никак, никуда не денешься. Понимаете, все проекты где-то понятно и видно это, где-то лучше финансируются, где-то хуже, где-то хороша издательская составляющая, потому что там, где есть понимание и там, где есть возможность финансировать это направление, вот оно финансируется. Но издательство, понятно, не может быть построено издание книг на энтузиазм. А вот что касается проектов по чтению, то действительно, я хочу сказать, что это просто показатель всех абсолютно регионов библиотеки, там, где активные творческие созидательные библиотеки, там действительно реализуются больше всего самых интересных и самых нетривиальных проектах. Потому что на самом деле я хочу сказать, что мы должны тоже, я имею ввиду библиотеки, библиотечное сообщество, в первую очередь, то, те, кто работает с детьми, мы тоже должны меняться. Меняться в соответствии с теми запросами, которые диктует нам нынешняя реальность. И понятно, что когда мне очень уважаемые люди говорят, что а я 40 лет учила читать классику и буду это делать дальше. Это замечательно. Только сейчас нынешним детям это надо делать по-другому и совершенно применять другие методы, приемы, представления, приобщения, увлечения этим, нежели это было 40, 30, 20 лет назад. И понятно, что библиотека в соответствии с этими запросами, она должна гораздо более пристально относиться к тому, к тем помещениям, где мы с вами находимся, к тем главным фондам, которыми мы располагаем, и к тем кадрам, которые это будут осуществлять. Потому что без изменений в собственной среде мы результатов соответствующих развитию, соответствующих современному развитию не достигаем. и поэтому, собственно говоря, я возвращаюсь опять к началу. Почему была предложена эта программа? Вы знаете, потому что я работаю директором детской библиотеки немногим меньше, чем 5 лет. Я хочу сказать, что эти годы стали для меня временем постижения определенных истин, которые я, несмотря на то, что я сама мама, бабушка, невозможно понять, этими методами приобщения детей впечатления, понимание того, как сделать так, чтобы ребенок стал любить читать. Этому можно учиться. И я категорически не согласна с тем, что все мы, являясь родителями, бабушками, дедушками, тетями и дятями, знаем, что такое ребенок, можем замечательно с этой программой справляться и в каждой библиотеке делать какие-то активности со своими детьми, которые приходят в библиотеку. Вот вы знаете, я могу точно сказать, что этим должны заниматься специалисты. Специалисты это должны быть и педагоги, и психологи, и социологи, и библиотекари, которые понимают то, как этим надо заниматься. Иначе можно навредить. Вот просто навредить. Поэтому сложность этой программы, то, что она должна быть, как я уже повторила, повторяю, абсолютно межведомственной, в ней должны быть задействованы абсолютно все, кто профессионально относится к этой проблеме и занимается этим профессионально. И опять-таки вот почему мы это предложили, именно эту программу. Потому что сколько бы мы ни говорили сами и не слушали с экранов телевизоров, читали бы в наших средствах массовые информации, я могу констатировать одно, что сколько бы мы ни говорили о детях, и что дети это наше все на деле и на практике, оказывается, что детские библиотеки находятся на самом низшем уровне финансирования, к ним всегда отношение как абсолютно к чему-то второстепенному. Мы можем себя сравнивать, вот как мы говорим, у себя в библиотечной среде со слепецкими библиотеками, на которые тоже бывает крайне мало финансирования выделяется, но почему я это говорю, потому что на самом деле это не только в библиотечной сфере, вот вчера, например, опять же, на этом совете Евгений Миронов говорил о театрах, и говорил, сколько театров в стране, сколько из них театров юного зрителя, куда ходит основная масса детей, и какое у них минимальное финансирование, и если мы хотим, чтобы действительно на эту программу, на эти проекты, вообще на эту проблему государство не только бы обратило свое внимание и говорило бы об этих проблемах, а сделать так, чтобы оно наконец начало финансировать эти проекты, начали бы перераспределяться бюджеты, и соответственно детские библиотеки получали бы достойное финансирование на то, чтобы они комплектовали свои фонды, чтобы они готовили кадры, которые должны работать с детьми, переоборудовали бы свои библиотеки так, чтобы современному ребенку было комфортно, приятно и интересно, так же, между прочим, как и родителям, которые приводят детей в библиотеку, чтобы им было приятно находиться в этой библиотеке. И вот ровно поэтому, собственно говоря, вся миссия Российской государственной детской библиотеки заключается в том, чтобы как дятел долбить в одно и то же детская литература, детские библиотеки, и если мы хотим, чтобы у нас действительно следующие поколения были бы более грамотными, более развитыми, более интеллектуально подкованными, мы должны в это вкладывать деньги, силы и свои возможности профессиональные. Спасибо. Спасибо, Марсанна. На деньгах, конечно, все начинается и все чаще всего завершается. Значит, уважаемые коллеги, тем не менее, деньги деньгами, но еще есть и смыслы, о которых начинал говорить нам, уважаемый Евгений Иванович, давайте, может быть, мы немножко разобьем вот эту научно-методическую сначала часть, потому что получается так, что вот уже Мария Александровна сказала, что ссылаясь на Григорьева, он вчера всем это объявил, что документ уже как бы в правительстве, и мы ждем его подписания. А мы здесь еще только чего-то обсуждаем. Они уже сейчас нам чего-то подпишут и в каком виде неизвестно. Григорьевна, тогда хочется спросить, мы чего обсуждаем, раз уже все известно, обсуждать не ничего. Григорьевна, программы, программы, действия, а также программы. Значит, коллеги, я все-таки считаю, что не все содержательные вопросы, отраженные в той же концепции, они вот настолько однозначны. Например, Евгений Иванович утверждал, и вот я хочу ему, может быть, начать задавание вопросов с такого, и завершил свое выступление, что надо приобщать детей к письменной культуре. Мне этот тезис близок. Я помню цитату из Льва Николаевича Толстого о том, что мысль должна пройти через руку, но тогда как бы писать, через что она должна проходить сейчас, через клавиши компьютера или телефона, я уже этого не знаю. И, Евгений Иванович, хочу вас задать такой вопрос, как соотносится вот категория письменной культуры, которая у вас как бы стала такое основополагающее, она интегрирует то, о чем мы говорим, применительно к самой концепции. Как она соотносится с понятием книжной культуры и информационной культуры? Вот, было бы, мне кажется, интересно нам это услышать. Вы отвечаете откуда угодно. От микрофона, от того, от этого. Ну, начнем с того, что письменная культура и книжная культура это, в общем, старые термины, давно возникли. Словосочетание или термин информационной культуры возникли, возник недавно, сравнительно. Значит, в разных профессиональных средах термины информационной культуры принимают по-разному. В педагогическом сообществе одно понимание, в сообществе, так сказать, программистов, компьютерщиков, так сказать, тех, кто там, телекоммуникационщиков, так сказать, людей, которые занимаются информационной безопасностью, это совсем другое понимание этого термина. Также, как и с чтением, так сказать, что такое чтение, это очень многозначные, так сказать, вещи. Ну, информационная культура библиотекарями, да, или там, информационная грамотность, так сказать, или медийно-информационная грамотность, она в библиотечно-педагогической среде понимается, так сказать, как умение, там, близкое, так сказать, к традиционному умению формулировать свой запрос, умение находить информацию, умение, так сказать, использовать информацию грамотно, так сказать, с точки соблюдения правовых и этических норм, умение подготавливать свой информационный продукт, то есть, так сказать, там, раньше это там сочинение, изложение, реферат, диссертация, статья, сегодня, так сказать, к этому подключаются, так сказать, мультимедийные какие-то вещи. Вот это информационная культура. Значит, она больше, я бы сказал, во-первых, она новая, если говорить про современные компоненты, да? Применительно к нашей концепции. Здесь термин используется, значит, книжная культура, это, ну как сказать, книжная культура по определению, это уже понятие, чем письменная культура, уже понятие, значит, потому что речь идет только про книги. Мы говорим не только про книги, но и про новые тексты сегодня, и про газеты, журналы, так сказать, и рукописные тексты, знаешь, там, дневники, переписки, вообще все это. Значит, а информационная культура, ну это вот совсем, здесь об этом не говорится информационная культура. Да, это приобщение к чтению письменной культуры, без этого невозможно обладение информационной, как сказать, компетентностью, компетенциями, как сейчас говорят. Ну, в общем, это такое, Сергей Александрович, ну мне кажется, что не об этом надо говорить сейчас. А о чем, Евгений Иванович? Ну я не знаю, ну вот, ну понятно, так сказать, чуть-чуть он, это не в область смысла, это в области, так сказать, дефиниции опять уходят. Дефиниция и есть смысл. Если вы в конце нас призвали именно, что концепция должна быть ориентирована на письменную культуру, вот я по нему спросил. Я посмотрел, я, например, там посмотрел в нескольких, так сказать, там, энциклопедиях, методах в литературе, как вот люди понимают письменную культуру, авторы каких-то серьезных монографий. Ну, по этому поводу можно большую лекцию, так сказать, делать. Я для себя вот в своей вот этой презентации вот вычленил, так сказать, как я это понимаю. Все-таки концепция, она пишется обобщенным языком. Вот нельзя уходить в понимание, так сказать, того, что такое чтение, практика, чтение, там, я не знаю, какие-то вещи глазами библиотекарей, там, глазами узкопрофессиональных сообществ. Язык здесь, вот язык этой концепции, все-таки это обобщенный язык. Ну, я, как бы его назвал, не знаю, ну, культурологический, или, там, псевдокультурологический, псевдосоциологический, псевдополитический, псевдопублицистический. Вот такой вот это язык здесь. Хорошо. Сейчас, вот сейчас, например, допустим, вот, что происходит с концепцией. Вот сейчас я просто владею этой информацией. Значит, концепция находится на согласовании. Сначала был первый тур согласования текстов до направления в правительство. Разные ведомства дали что-то, так сказать. Это было учтено, внесено или отклонено. Дальше официально Роспечать направила через Министерство связи, поскольку Роспечать сама не может направлять правительство по положению о правительстве. Направила в правительство. Правительство дало поручение официально всем ведомствам это, значит, отрицензировать. Сами понимаете, что понятие ведомства, например, допустим, Минопр, ну, это огромное ведомство там. И департамент школьного образования, департамент высшего образования, департамент воспитания и так далее. В зависимости от того, к кому попадает текст, люди, значит, выставляют свои замечания. А вот последнее, так сказать, вот мы с Юрой Сергеевичем Пулей неделю назад ездили, так сказать, снимать противоречия в Министерство образования. Нам сказали, нельзя использовать такой язык, как вы используете. Какой? Ботовой. Я говорю, а что там бытового-то? Вроде бы, значит, писали все, наверное, нельзя писать школьники. Надо писать обучающиеся. Нельзя писать в школе, в школе. Нужно писать в образовательном учреждении, в образовательной организации. Вот понимаете, значит, когда у нас обучающиеся в образовательной организации, там не все, что-то делают, значит, голова кругом уйдет. Но они говорят в коллективах. Вы же не хотите, чтобы это был документ профессионального сообщества или нескольких профессионалов. Вы хотите, чтобы был правительственный документ. Правительственный документ пишется правительственным языком. Языком законов. Вот в законе об образовании нету терминов школьники и школы. Евгений Иванович, я прошу прощения. Да, прошу, спасибо. Я понимаю, что спускают триггер, задавая вопрос вам. И мы можем не выйти из этой ситуации. Владимир Иванович, вы хотели начать, может быть, нашу дискуссию. Прошу вас. Я, первое, хотел бы поблагодарить инициаторов, организаторов вот этой идеи Майя Александрова Зинякина, при виде всего Евгения Ивановича, за то, что в столь сложной экономическом, при виде всего, во время удалось не только зародить, но и как-то сформировать вот эту идею программы, так сформировать, сформулировать, чтобы она нашла, ну, какое-то приятие и хотя бы одобрение для дальнейшего движения в кругах имеющих власть. Это первое. Теперь второе, относительно нашего дальнейшего обсуждения. Значит, коллеги, вот на сегодняшний день у нас есть блестящая концепция. Тем, кому она интересна, я исхожу из того, она знакома. Почему она знакома? Она была представлена в сентябре месяце на Оргкомитете по поддержке чтения и литературы у председателя Госдумы Нарышкина. После этого она была опубликована на сайте соответствующего центра межрегионального сотрудничества, обязательно на сайте Российской государственной библиотеки, детской библиотеки, потом на сайте Российского книжного союза. То есть я исхожу из того, что она всем известна. И сейчас она находится в правительстве, может быть удерждена. Поэтому дискутировать сейчас о смыслах, об аргументах в пользу необходимости поддержки детского чтения нет необходимости. Вот этот вопрос, он не провокационный и не риторический, он самоочевиден. Ну да, нужно, что мы не понимаем важность детского чтения. Поэтому сейчас вот я предлагаю повернуть это обсуждение в каком плане. Вот да, концепция есть. Будем исходить из того, что она будет одобрена в той или иной форме правительством. Значит, станет вопрос подготовки программы. И вот что мы с вами, мы с вами в широком смысле, потому что тут не только библиотеки, тут педагоги, представители различных ветвей науки, издатели, издатели и так далее, и так далее. То есть межведомственный характер аудитория тоже демонстрирует, что мы можем внести в наполнение программы, каковы механизмы реализации при возможном минимальном уровне финансирования. Для меня, например, программа чем важна? Вот я сразу же подхожу к организационному. Будет программа, да? Приняли программу, с одной стороны. С другой стороны, делаются ли какие-либо усилия для поддержки организации библиотечного обслуживания в форме детских библиотек, которые сейчас существуют, да? И в форме детских отделений, общедоступных библиотек. А вот сейчас параллельно разрабатывается постановление правительства о нормативах размещения объектов социокультурной сферы. Вот практический вопрос реализации программы. И таких вопросов практически очень много. Поэтому вот если бы мы на этом сконцентрировали свое внимание, это бы уже дало какой-то большой задел для тех, кто будет писать программу, следующий документ. А перегружать как бы аргументами в пользу необходимости или значимости, это мне кажется нет необходимости. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Тогда, коллеги, таким образом давайте и поступать. Вы видите, да, в программке у нас есть те, кто предварительно как бы готовился, записывался, но это не исключает возможности, естественно, реплекс мест. Но с вашего решения, вот в режиме 5-7 минут, да, мы все-таки пройдем по тем, кто заранее себя уже обозначил. И я хотел бы пригласить Татьяну Дмитриевну Жукову, президента Ассоциации школьных библиотеки Русского мира. Но просьба все-таки вот в 5-7 минут укладываться для того, чтобы мы смогли немножко поработать все. И, коллеги, вот записочки, те, кто хочет получить слово, присылайте сюда, чтобы мне было легче ориентироваться. И, соответственно, мы всем дадим возможность высказываться. Просьба, судорская, ваша барабанная. Я согласна с Мария Александровна, что все события, о которых все уже говорили, это наше общее большое достижение. И мы все с вами понимаем, что впереди путь, и профессионалы знают, насколько он трудный. И какие нужны ресурсы, которые будут адекватны масштабу задачи. Потому что, ну, есть определенное такое отношение, даже те, кто сейчас поддерживает нас в органах исполнительной законодательной власти. Такое отношение облегченное проблемой. Вот такой подход к чтению. И поэтому вот те задачи, которые были обозначены, работа с родителями, вот это, я считаю, что одна из неважнейших, потому что, являясь членом Международной ассоциации школьных библиотек, я изучала на разных площадках за рубежом ресурсную составляющую проектов почтения и ресурсную составляющую поддержки таких сильных школьных и детских библиотек. И главный ресурс – это энергия родителей. Это ответственное родительство, о котором Мария Александровна говорила. Вот эту поднять волну и в Японии, и в Южной Корее, и особенно в Шанхае, школьники, 15-летние школьники которых, показали первые результаты в ПИЗе, а мы с вами знаем, у нас в пятом десятке. А если рассматривать то, что Юль Петровна делала замечательный доклад, и для меня это знак, что на пленарке идет переход, да, ноосферный доклад. Потому что на самом деле мы, благодаря программе, которую так блестяще уже много лет ведет Евгений Иванович, мы понимаем мировоззренческие вещи, информационные процессы, которые сегодня происходят. И для нас, вот я представляю, да, все-таки систему образования, модернизация образования сегодня во всех странах мира рассматривается прежде всего как модернизация качества мышления, а индекс ПИЗа — это индекс качества мышления. Значит, мы, креативная нация, имеющая вообще на 90% как профессионалы, ну, я сейчас отвлекусь, говорят о том, что у нас в основном харизм, то есть мы творческая нация, мы имеем такой индекс мышления. Это корреляция, конечно, с кризисом детского чтения. Это я там два слова о важности. И я согласна, ну, так вот еще хочу сказать, что прежде всего второй ресурс, наиважнейший — это усилить координацию и убрать и гордыню некоторых разработчиков своих эмоциональных программ чтения. А второе, конечно, усилить межведомственные связи. И вот мне радостно, что на этапе принятия концепции вот такие произошли контакты, особенно с Минобраналкой России. Это очень важно. И когда спрашивают, что дальше, так мы работали, я тоже была какое-то время назад начальником отдела в Минобре, а теперь руковожу НКО. И сегодня под управлением Сергея Александровича много лет назад, когда я начинала укреплять нашу общественную организацию, мы сформулировали общественно-государственную систему управления. То, что сейчас происходит, например, коротко скажу, в Минобре. Только сейчас идет самоорганизация сверху, создаются предметные ассоциации, дальше концепция развития предмета и план реализации. То же самое с нами произошло. Мы разработали совместно с Минобрана науки России концепцию развития школьных библиотек. Сейчас есть дорожная карта или программа реализации, и в ней через пункт уже делегировано. Мы не только эксперты, но мы регуляторы. Такую же схему надо оставлять сейчас и в программной поддержке, чтобы регулировать в плане реализации то, что следует дальше. Да, Марина Александровна? Обязательно было профессиональное сообщество. Иначе все это останется на уровне распилиться. Деньги куда-то они разойдутся, и все будет то же самое. И я хочу вашему вниманию... Конечно, мне хочется и про нейрофизиологию. Потому что у нас сейчас в нашем сообществе... Я вчера немножко нервно выступила в конце, что главное это все-таки когнитивный аспект. Вот сейчас это главное. Потому что сейчас столько открытий, не случайно. И у нас такой вектор стратегический в развитии школьной библиотеки. Мы мониторили весь мир, и мы взяли то, что делают австралийцы, канадцы. Это библиотека центральной мозг школы. Это третье место, где не ставят оценок, где не ругают, как дома, не ставят оценок, как на уроке. И, как говорил, мне понравился Никита Михайловков несколько лет назад, что счастье – это когда получается. Это третье место, где у ребенка получается. Но для этого надо, чтобы специалист получил опережающее образование. И по когнитивной психологии, и по библиотечной педагогике. Многое-многое. Поэтому мы создаем сейчас международную библиотечную школу. Но, коротко, проект, в который я приглашаю всех. Потому что, понимая масштаб, вытащить без вашего потенциала колоссального, который мы в куртовских, особенно в детских библиотеках, мы его, конечно, не вытащим. А он резонансный. Я долго искала в разных концах мира. Замечательная Екатерина Юрьевна Генниева мне организовала встречу с великим Дэйном Джоем, который Закрит разработал в Америке. Вот все эти разговоры, встречи с уникальными специалистами мы поговорили. Что надо заряжать общественность. Нужны резонансные проекты, которые будут открывать нашу профессию. И нас, как очень важных специалистов и помощников наших родителей, для того, чтобы дети были успешными. Чтобы у них получалось, когда они могли бы их социализировать. Значит, вот мы организовали такую программу. Как говорят великие люди, сама концепция не работает. Некоторым подавляют. Говорят, концепция есть, ну что ты хочешь? Программу приняли, и все. Будем пять лет рассказывать, какие мы молодцы. Мы довели. Но это то же самое, как вам предложат в ресторане меню. Наесться меню. Если нет всего остального, если нет механизма реализации, то ничего не будет. Поэтому я долго искала именно практическую реализацию всего того, что вы делаете. И эта проблема, да, сформулирована, что особенность кризиса у нас, слабая читающая среда, по великолепному докладу Евгения Ивановича, трудно. Но ребенок растет в окружении нечитающих взрослых, в том числе и учителей, и в отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и школах. Давайте. А можешь листать? Я побыстрее. Спасибо. А там много у вас слайд. Нет, быстро, быстро. Это просто слайд. Сейчас будущее глобального образования. Очень важный проект, в контексте которого сейчас система школьного образования, да, футурологически развивается. Павел Лукша, наш друг, Касси, Сколкова. Мы немножко его приземляем, да, и вот показываем. Что требуется сейчас в ожиданиях вот этого девятого вала, какие компетенции. Главная компетенция, это уменьшится. Вот если стостраничный доклад сжать, а это как раз мы имеем к вам с вами. Вот посмотрите на площадках оси, мы сейчас был сформулирован разрыв между тем, что он возрастает, между требованиями, если запрос из будущего посмотреть, и тем, что сегодня дети у нас первоклассники осваивают. Вот, и вот видите, уже в 30-м году кто станет основной рабочей силой, а сегодня ученики, ну, как бы быстрее, начальней школы, да, вот разбили на такие кластеры, и посмотрите, что мы имеем. Насколько много нераскрывшихся, да, лидер, все это с чтением связано, это контекст, как бы я углубляю контекст, но с точки зрения школьного образования, поскольку здесь немножко другая среда. И вот мы видим, да, наше поколение, да, общее, многозадачное, да, и говорят нейропизиологи и нейробиологи, что не развиваются лобные части очень важные мозга, потому что вот это многозадачное поколение, да, говорят о том, что сегодня уже среда, среда, например, Татьяна Владимировна Черниговская формулирует, как жидкий мир. И вот это поколение требует сегодня, конечно, особого внимания и понимания, и вообще это междисциплинарная сейчас область чтения, которая нам необходима, мне кажется, на нашей площадке, вот будущего обсуждения, реализации концепции, программы, приглашает вот специалистов-погнатилистов. Вот идея проекта. Мы ее подсмотрели в Шанхае, это стало толчком. Вот я у директора школы шанхайской, остановите сейчас, секунду, у директора школы шанхайской, а шанхайские школьники, как известно, потрясли всех специалистов мировых по чтению, потому что первый раз участвуя в ПИЗе, они сразу показали самые лучшие мировые результаты. И я решила эту военную тайну подсмотреть. И побывала вот в такой, ну, вообще шанхайское образование, но закрыто, то есть не очень иностранцев пускают, через международную организацию я узнала такой секрет. В каждой шанхайской школе, кроме учительских, открыто родительские, названы комнатой мамы. Там занимаются с мамами психологией, педагогикой чтения, что читать помогают отобрать лучшие произведения, то есть то, что мы говорим, да, то, что утешает, возвышает и так далее. И каждую пятницу одна из мам читает вкусный кусок, дети определяют в каждой шанхайской школе маму месяца, и это стало информационным поводом для СМИ, и даже для того, чтобы создать просветительское шоу на телевидении. И директор школы сказал, у нас теперь не библиотека в школе, а школа в библиотеке, потому что все родители несут, целыми семьями собираются. Давайте дальше. И когда я приехала, Ирина Ивановна Тихомирова, и Ваша замечательная научная школа по чтению Санкт-Петербургского университета культуры, ну, по чтению, сказали, что сто лет назад то же самое делал Виктор Петрович Острогорский, Николай Александрович Рубакер и многие наши плеяды. И вот мы соединили зарубежные, я коротко, да, с тем, что сделал Виктор Петрович Острогорский, который сам преподавал литературу, и говорил, что в треугольнике автор произведения читатель, самое главное, на уроках литературы уделяют внимание в этом треугольнике автору произведению, и очень мало чувств читателя. Мы знаем, что Рубакин был библиоксикологом, и вот Острогорский стал писать письма маму, и мы отсканировали их в Ленинге, соединили с шанхайским опытом, и у нас получился проект «Читающая мама, читающая страна». И Ирина Ивановна сделала замечательный сборник Школы развивающего чтения, который отвечает на вопрос, что читать, то есть мы разбили по таким духовно-нравственным, да, разделам важнейшим. Уникальная была идея выбрать рассказ 5-7 минут, который удержит ребенка с книгой мамы от телевизора, потому что мы говорим, ни телевизор, ни компьютер не обнимет ребенка так, как может маму обнять с книгой. И это маленький рассказ, но душесчипательный. И дальше, вот сейчас мы уже, этот проект идет, видите, я здесь всем подойдите, раздам вот и об этом проекте, и дальше скажу же. Вот, дальше, через журнал «Читайку», которому уже 10 лет мы делаем вот такие подсказки для взрослых, школы чтения, много-много другое. Вот, и у нас наш профессиональный журнал поддерживает своим публиками. И информационный портал, кстати, все книги, в том числе «Сто лет чтения грамотности», которые мы с психологическим институтом сделали, все можно в доступе иметь свободно, вы можете скачать. Очень много мы делали. Еще хочу сказать, великолепное вообще произошло событие недавно. Это презентация книги Аркадия Васильевича Соколова. Вот сейчас говорили, да, тоже. Библиосфера, инфосфера в культурном пространстве России. Мы вчера с Аркадем Васильевичем договорились, что мы бесплатно эту книгу выставляем, отказываем. Ну, печатную версию можно купить, а в электронном виде она бесплатно тоже на нашем портале будет размещена. Там как раз вот эта информационная среда и вообще инфосфера, это пред-ноу-сфера. То есть мы проходим сейчас на пороге четвертой информационной революции. И вот смотрите, как мы делаем. Первое, ну, ближе не получилось, на Камчатку пришлось с Ириной Ивановной лететь. Там системный комплекс при поддержке муниципала, руководителей муниципального органа управления образованием и власти и при поддержке вице-губернатора, который бывший директор школы, она нас услышала и поддержала. Мы начали вот этот проект, где начинается Россия, и вот по России он начал шагать. Сначала в 22 школах прошли родительские собрания, и, что важно, методические рекомендации писали для родительского собрания последние 10 лет. Лучшие специалисты, в том числе сидящие в зале. И Наталья Николаевна Сметанинова. Многие-многие, то есть мы соединили еще там. И вот эти собрания прошли, были отобраны клубы, созданные родителей. И потом мы с Ириной Ивановной уже в Центре творчества, где после этой системной работы были представители всех 22 школ. Мы провели 3,5 часа, провели родительское собрание. Нас, дорогие коллеги, родители не отпускали. И они сказали, вот в таком ракурсе с нами никогда не говорили. Теперь мы понимаем. Мы им объяснили, что это общеучебное умение. И очень много показали. Самое трудное, мы 9 часов с Иринвана летели, мы искали ключевые слова на языке пользы родителей. Самое трудное было перевести наш с вами профессиональный учебник. Катяна Петровна, вы нашли эти слова? Да. И для нашей аудитории тоже. Спасибо вам огромное. Это очень интересный и очень важный проект. Наверное, туда можно кроме мам включить еще читающих пап. И вот я хотел бы, поскольку у нас в основном такая аудитория библиотечная, но вот поступила записочка от детского писателя Николая Николаевича Прокудина. Давайте дадим ему 5 минут. Пусть он нам скажет что-то важное про детское чтение, что мы могли бы упустить. Здравствуйте, дорогие коллеги. Многие из меня здесь знают. Это действительно мероприятие о чтении. И на вот этом культурном форуме, к сожалению, отсутствует литература. Вот современная литература закончилась в 80-ми годами прошлого века. Вот когда разговариваешь с любимыми, с детьми особенно, они говорят, как? Так писатели все умерли. То есть мнение такое, что все писатели уже давно умерли. Старик с бородой должен быть и на портрете. Ну вот, я провожу уже в течение 10 лет литературный марафон, литературные десанты по Ленинградской области, по Северо-Западу. То есть в прошлом году у нас проводился литературный марафон по школам и библиотекам Санкт-Петербурга. Все это приходится проводить с боем. То есть все вроде как за, но и в то же время никто не согласен разрешить, не готов разрешить это мероприятие. Вот, допустим, такой интересный был момент. В этом году Илья Киселев был членом избирательной комиссии в школе. И он говорит, директору гимназии, я хотел бы выступить, о городе рассказать школьникам. А директор гимназии ему говорит, разрешение сразу принесите. То есть, понимаете, вот интересный момент. Показывают шанхайскую школу, куда родители входят. А у нас в школу писателей не пускают. Не пускают. У нас некоторые школы стали как тюрьмой. Подходишь, там как бы хуя, сидит три цербера, туда зайти невозможно. Это вот, когда мы с вами обсуждаем, когда вот именно у нас была встреча с признанием комитета по печати, и мы планируем в следующий год опять программу, литературный марафон по школам и библиотекам в Санкт-Петербурге. Я говорю, сюда надо пригласить председателя комитета по образованию. Все, что мы хотим сделать, они отвергнут. Они это не допустят. Потому что есть действительно школы, которые с удовольствием проводят мероприятия, но в основной массе это будет не так. Посмотрите, все библиотекари подтвердят, что библиотеки завалены учебниками. Идет этот оборот, бесконечный учебник, а все деньги уходят на учебники. Литература старая. Старая. А современной детской литературы в школах вообще практически нет. Только в новых школах, которые открываются, там появляется современная детская литература. Опять же, современная детская литература, это опять 80-е годы прошлого века. И прошлого тысячелетия даже. Значит, вот по поводу библиотек, опять же, как центр образования, все об этом говорят. Но какое самое обычное, в обычной школе убогое помещение, это библиотека. А если в современной, в новой школе открывается большая библиотека, этого библиотекари начинают притеснять и в нем проводить занятия. Вот в гимназии в Гатчине построили шикарную библиотеку, там проводится английский язык. Там библиотекарь ходит на цыпочках по своей библиотеке. Потому что постоянно проводятся занятия. Это надо вот как-то строго-настрого запретить, что в библиотеках проводились занятия. Библиотека, это действительно... Учебный класс, это понятно, что трудности. Но никто же в кабинете директора не проводит занятия. Никто в кабинете директора просторного не проводит занятия по английскому языку. Я хочу сказать, что в конце прошлого года была принята концепция развития школьных библиотек. У нас сейчас на всех профессиональных площадках, я только что в уферном всероссийском совещании и семинаре была, перед министрами образования дали огромный регламент. Мы выступали. 24 субъекта, первый раз из федерального бюджета. Я прошу прощения. Подождите, деньги и накомплектование на все. То, что вы говорите, это плохо. Ну вот у нас стратегистик сидит, но это вчерашний день. А завтра... Ой, как вчера сидит, коллеги. Идут освинения, не надо об этом говорить. Давайте говорить, как сделать это. Татьяна Николаевич, я прошу прощения. Во-первых, эта концепция будет только этим летом, и еще никуда деньги никакие не пошли. Я прошу прощения. Давайте вот... Николай Николаевич, Вы говорите, Татьяна Бережна, а Вы, Вам было предоставлено слово, но почему же Вы не... Нет, ну это не правда. Это все правда. Ну, спасибо. Я, допустим, вчера был в Ропши, когда вчера был в русском языке. Коллеги. В Кипере. День... Книжки старые. Старые. Я прошу прощения. Вот библиотеки школьные сидят, они не дадут соврать. Все говорят, все деньги уходят на учебники. Вот скажите, кто не так? Кто скажет, что это не так? Ну что Вы говорите? Значит, Николай Николаевич, тем не менее, тем не менее, с Вашего разрешения, давайте мы перейдем не на жаление тех библиотек, которые плохо обеспечены в школе инвентарем и так далее, а на обсуждение предложений уже к программе. На основании... Самые главные моменты. Мы должны действовать советом. Правильно говоря, что мы приезжаем обсуждать концепцию, а в министерстве образования другое видение всей этой проблемой. Действительно, надо на местах совместного совещания. Потому что все ведомства разделены. Допустим, у нас литература почему-то относится к комитету по изучанию, то есть писательское сообщество. Библиотеки – это комитет по культуре, а школьные библиотеки – это комитет по образованию. У всех, у этих ведомств свои разные задачи, они действуют все по отдельности. И насчет того, чтобы действительно школьные библиотеки стали пространством, это должно быть в этом законе, в этой концепции, что библиотека должна стать одним из самых лучших и просторных помещений в школе. Потому что ее действительно... И вот вы говорите, что это вчерашний день, я пришел в 191-ю библиотеку, у нее там сократили опять пространство. Николай Горьевич, мы договорились с вами. Да. Значит, а по поводу того, что вот как пропагандировать чтение. Вот я в году выступаю примерно 250 раз в школах и библиотеках. Но я почему выступаю много, потому что я здесь живу. Я живу с литературы, дети покупают книжки. Я недавно выступил в школе, пришел, и учитель говорит, родители позвонили, говорят, что вы сделали с нашими детьми. Они читают дома книжку, они увидели живого писателя, они взяли эти... К дома, говорит, сидят и читают книжки. На уроке, под партой читают книжки, на перемене читают книжки, потому что им влекло встреча с писателями. Значит, и вот если в ГДО как-то приехали мы, прошло 6 лет с последнего моего приезда в этот ГДО, я выступал опять перед пятиклассниками, приходят десятиклассники и кричат, наш писатель приехал. Ура! Через 5 лет они увидели, вспомнили и узнали. Вот я предлагаю... Да, секундочку. Вы меня простите, пожалуйста. Я менее эмоционально, чем Татьяна Дмитриевна, но смогу вас снести из трибуна на руках. Ну, вряд ли, да. Я никогда в войне, меня вряд ли снесешь. Да, нежно. Да, нежно. Значит, я предлагаю... Ну, я выступаю гораздо меньше, чем другие. Значит, я предлагаю о том, что вести надо во всех регионах совместную работу. Потому что иначе мы говорим об одном, Министерство образования говорит о другом, Министерство культуры о третьем. То есть, нужна вот эта программа разрабатывать совместно. И хорошо бы, чтобы наше писательское сообщество приглашали везде. Потому что даже вот до культурного форума получилось, пришло всего 10 писателей. Спасибо. Спасибо большое. Давайте мы вас возьмем. Поскольку, мои санны, надо там уже потихоньку собираться ближе к поезду. Вот, Ольга Петровна Мезенцева, заместитель директора Российской государственной библиотеки. Верните нас в детской библиотеке, прошу прощения. Верните нас в русло обсуждаемых проблем. Мы будем вам благодарны. Уважаемые коллеги, давайте мы вернемся к нашей программе, которая у всех есть. Да, и я хотела бы сейчас предоставить слово Колосовой Елене Андреевне. Это заведующая отделом социологии, психологии, педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки. И, насколько я знаю, тема ее будет связана с семьей, с семейным чтением. Потому что все мы сегодня уже неоднократно говорили, что чтение начинается все-таки с самых-самых ранних моментов в жизни. Сейчас иногда говорят, что уже беременная женщина должна читать, тогда у нее вырастет ребенок-читатель. Вот, поэтому, пожалуйста, Елена Андреевна. Спасибо. Ну, пять-семь минут. Да, да, я очень кратко. Я должна еще обратить внимание аудиторию на то, что одним из главных принципов этой концепции является дифференциальный подход к подготовке той самой программы. То есть мы все-таки настаиваем на том, что поддержка и приобщение к чтению детей разного возраста должна вестись по-разному. Поэтому мы выделяем четыре основные группы. Это, да, школьники, младшие школьники, подростки. И не можем не включать юношество, потому что в 18-ти лет, согласно конденсу, у нас все-таки дети. В нашей стране, в мире, да, это общее такое принятое. И семья, конечно же, является одним из главных институтов жизни ребенка, потому что, собственно, социализация и жизнь ребенка начинается именно в семье. Когда мы говорим о семейном чтении, важно понимать, что это особая модель чтения, она принципиально отличается от других моделей, потому что в основе лежит, во-первых, взаимодействие взрослого и ребенка, неважно, мама, это папа, бабушка, дедушка. Но также это очень тесно связано с таким понятием, как личная, семейная, частная, домашняя библиотека. И мы сегодня о библиотеках много говорим, да, но все-таки важно понимать, что и дома должна быть эта библиотека, чтобы ребенок имел непосредственные доски, да, должна быть так называемая книжная среда. И это не только учреждения, которые, собственно, этим профессионально занимаются, но и дома книги быть обязательно должны. По нашим данным, сегодня 93% детей имеют дома домашнюю библиотечку, так называемую, да, то есть это книги, ну, супруга, детские. Это специально приобретенные для детей, но дело в том, что мы не знаем объем этой библиотеки. Это ведь могут быть и две книжки, и ребенок считает это своей домашней библиотечкой, совершенно право. Но это могут быть и богатые домашние собрания. По данным всероссийских опросов, всего 15% россиян сегодня дома имеют богатые домашние библиотеки, и ребенок может получить ту книгу, которая ему нужна в конкретный момент его жизни. Конечно, родители из старшего поколения неизменимы в приобщении к чтению, и надо сказать, что современным взрослым, это к тезису Марь Санны, что все родители, все бабушки, дедушки все знают, как приобщать, все-таки далеко не все взрослые ориентируются в современной детской литературе. Могут подсказать, какую книгу почитать ребенку в том или ином возрасте. Мы можем говорить о том, что, даже говорить о том, что многим взрослым кажется, что дети знают авторов, которые известны им, да. Ну, конечно, это современная детская классика, Барто, Чуковский, Михалков. Эти книги издаются огромными тиражами, они доступны, да. Этот ряд авторов, он очень ограничен, это порядка 10 авторов. Но если мы говорим о золотых полках, так называемых, то большой пласт литературы, чтобы не просто ушел из чтения детей, и особенно подростков, они не знают практически тех книг, которыми зачитывались их родители и более старшее поколение в этом возрасте. То есть у подростков сегодня ориентация абсолютно на новую вот эту литературу, на новых авторов, а эти авторы недоступны в регионах, и поэтому это проблема комплектования библиотек, безусловно, это проблема доступности книг, ценообразования и все, что с этим связано. И, конечно, задача библиотекарей, не только библиотекарей, это консультирование родителей по вопросам детского чтения. Это не только программы как таковые, это, безусловно, очень важно, но это еще и консультирование. И, оперируя данными всероссийских, опять же, опросов, современное взрослое сообщество, ну, меньше 10% сегодня обращается к специалистам по этому вопросу. То есть они обращаются к педагогам, к библиотекарям, к психологам, и это порядка 7% всего. Конечно, нужно поднимать наш статус в этом смысле, да, и показывать свою значимость в этом процессе. И, кроме того, родители фактически не используют электронные источники, электронные ресурсы, которыми мы все с вами сегодня владеем и готовим. Да, я имею в виду небезызвестный этому сообществу ресурс-библиогид, да, далеко не все родители знают о его существовании, используют пан-мамбук и многие другие. То есть это, опять же, вопрос популяризации детского чтения, популяризации этих проектов, размещения их на всех возможных ресурсах, чтобы родители это могли видеть и получать к этому доступ и так далее. Как мне кажется, важно, последний мой тезис, важно приобщение к чтению детей через родителей не только в младшем возрасте. Там мы понимаем, что в дошкольном и младшем школьном родители действительно имеют некий вес, имеют возможность повлиять на чтение, привезти ребенка в библиотеку, купить нужную книгу и так далее. Но, как мне кажется, родители не должны уходить на второй план в более старшем возрасте. Да, конечно, меняются так называемые референтные группы у подростков, и все-таки мне сверстникам для них важно, но если родитель будет ориентироваться, например, в современной детской литературе, сможет поддержать разговор с ребенком, даже если ему эта книжка, может быть, она ему не понравится, почему нет. Это тоже такой шажок к приобщению, поддержке того самого чтения, чтобы мы не получили результаты ФИЗы, когда у нас 15 лет, мы просто скатываемся в нижний список стран, где с чтением у нас все очень и очень плохо. Ну, за нами будущее, концепция подписания, программа в наших руках, надеюсь, что все сложится у нас благополучно. — Большое спасибо за ваш активизм, за то, что все служится благополучно. Ну вот, может, попросим Мария Александровна Черняк, которая традиционно с нами работает с библиотекарями в очень прекрасной связке, и благодаря ей мы понимаем многое и в жанрах литературы, и в возможностях ее использования в библиотеках правильно. — Спасибо большое, что вы не доставили слово, Сергей Александрович. У меня буквально короткое крошечное выступление, размышления. Жалко, что разработчики главные куда-то ушли, но кто-то обязательно, да, замечте. Просто я в данном случае, ну, представляю Российский государственный педагогический университет имени Герцена и экологический факультет, и мне бы хотелось сказать следующее, что когда мы познакомились с программой, ну, безусловно, никто не сомневается в том, кому и зачем нужна программа поддержки детского чтения, и здесь это блестяще было сегодня показано во всех выступлениях, и здесь я только солидарна, и повторяться, естественно, не хочу. И все риски, возможности, вызовы времени, естественно, мы все осознаем, и здесь повторяться, особенно в этой профессиональной аудитории, не стоит. И меня, признаться, и моих коллег удивило, я думала, что это описка, потому что бывает, когда концепция что-то срочно делается, например, пункт 1.2, где создание базы данных, работ в рамках социологии, психологии, педагогии, культурологии, библиотековедения, книговедения и других наук, имеющих отношение к детскому чтению. Мы немножко как бы с болью обратили внимание, что филология вообще ушла, и мы оказались др-науками, но я думала, что это опечатка, описка, ну, какое-то вот такое невнимание. Но сегодня, послушав Мария Санну, она дважды повторила комплекс специальностей или там междисциплинарных подходов к реализации этой программы, и мы опять выпали. Вот я очень прошу, если все-таки, дай бог, действительно программа и концепция будет успешно утверждена, то я все-таки очень прошу разработчиков учитывать нас тоже, не только педагогическое, но и филологическое. Да, Уикторон? Филологический, пункт 1.5.1.2. Филологическое сообщество, потому что, ну, если дальше смотреть по основным направлениям реализации программы, где сказано о разработке методики, оценки, рекомендательных списков, ну, здесь я очень много знаю библиотекарей, со многими общаюсь, я знаю, что рекомендательные списки во многом строятся на наших филологических работах, исследованиях, и далеко не всегда соблюдая авторские права, ставим это за скобками, но тем не менее, без филологической науки и мне кажется немыслимо составлять эту программу раз. Мы обсуждали эту программу именно в этом контексте с Пушкинским домом, Институтом русской литературы Академии наук, в котором, я надеюсь, вы знаете, есть Центр исследования детской литературы, и Валентин Владимирович Головин, руководитель этого центра, к сожалению, он сейчас в степеничной командировке, он не может здесь присутствовать, но он мне тоже делегировал право сказать какие-то вещи, потому что и Пушкинский дом, как действительно филологический такой, вот, институт Российской Академии наук готов подключиться, да, потому что именно там издают, ну, при поддержке издаются замечательные научные исследовательские журнал, детские чтения, где действительно разработано уже, это может быть учитано, вот, при уже разработке программы, уже есть программы магистратуры, теория детской литературы и методологии детского чтения, и все учебные методические комплексы готовы, и мы готовы их запустить, ну, например, вот у нас, многие, кто был на пленарном в орбитаже, слушали нашего исполняющего обязанности ректора Сергея Ивановича Богданова, и мы с ним немножечко уже говорили о том, что Российский государственный педагогический институт готов, университет готов подключиться, допустим, к реализации подобной магистратуры, если будет необходимость. Ну, это надо будет обсуждать, это как раз вопрос о кадрах, да, которые тоже в этой концепции есть. Конечно, вот то, что Пушкинский дом просил сказать, есть конкретные функции по изучению книжных коммуникаций, изучению традиций семейного чтения, изучению более специфики книжных рефлексий детей, ну и так далее, и так далее, целый комплекс именно филологических, ну, скажем так, той базы научной, которой можно потом строить и методические, и педагогические какие-то вот и рекомендательные списки, и программы, и так далее. Так что я просто очень прошу восстановить справедливость и решить, что говорить о чтении без филологии, это по меньшей мере странно. Ну и дальше, не знаю, Сергей Александрович, вы немножко озвучите мнение Рау, два слова, или несколько? Вау. Ну я два слова, просто не буду вдаваться в подробности, я знаю, что было экспертное заключение Российской академии образования по поводу концепции, просто там вопросы, ну, наверное, тоже будут как-то учтены, что я понимаю всю сложность координации работы между двумя министерствами, это все мы понимаем, но все-таки, конечно, в ГОСы, которые там по-разному, мы к ним, мы, педагоги, относимся к федеральным государственным образовательным стандартам, но все-таки там, что, в общем, плюс для тех, кто работает с литературой и школьной библиотекой, это все-таки основа смыслового чтения, которое прописано во всей программе от начальной школы до средней, не включая старшего, правда. И там действительно плюс огромный, мы сейчас в этом случае это поддерживаем, действительно, метапредметность подчеркнута везде, и, конечно, реализация этой программы без школы, конечно, будет невозможна, да, хотя мы с Ольгой Троевной так немножко кулуарно обсуждали, что она не будет замыкаться только на школу, но все-таки вот как-то учитывать вот эти основы смыслового чтения Российская академия образования просит, да. Вот, наверное, все. Спасибо. Одну секундочку, не замечайся, просто не все же позавчера были, да, в Атриуме, вот, и слышали доклад вашего исполняющего обязанности ректора, господина Богданова, о новых текстах. Вы скажете как бы вот два слова, потому что для нас это, мне кажется, для этой аудитории это очень важно. Ну, я два слова скажу, потому что, конечно, не могу повторить доклад Сергея Игоревича, но скажу основную, может быть, мысль, потому что его доклад вырос из, в том числе, из тех размышлений, которые мы все вели на недавно прошедшей конференции «Педагогика текста», которая была вот именно с этой формулировкой текста «Новой природы», да. И ситуация действительно, мне кажется, может быть, и в этой концепции или будущей программе детского чтения, которая будет обсуждаться и создаваться, потому что главное все-таки это как программа, учитывать витамин текста «Новой природы», о которых Сергей Игоревич говорил подробно, это и вызовы новой информационной эпохи, и комиксы, и графические романы, как их читать, как читать электронный текст, чем он отличается от бумажного. Таких работ очень много, но их просто нужно конслидировать, в том числе и научные исследовательские работы на эту тему. Главная мысль его была такая, что тексты «Новой природы» необходимо тоже выработать методику подхода к их чтению. – Спасибо. – Большое спасибо. – Огромное спасибо. – Я хотела бы пояснить для аудитории, если кто-то не представляет себе ту ситуацию, в которой мы все оказались. Итак, 3 июня был круглый стол в рамках фестиваля на Красной площади, где прозвучала от Марии Александровны Европейской площади. И вот эта идея. Буквально 15-20 июня нам поступило задание из Роспечати о том, что нужно готовить, что одобрено и, соответственно, нужно готовить концепцию. То есть некое наше представление о том, что будет в будущей национальной программе. Причем сразу говорилось о том, о чем мы сегодня все с вами мечтаем. О том, что это будет или отдельная государственная программа, или, скорее всего, раздел какой-то государственной программы. Но, тем не менее, с планом реализации и, соответственно, с финансированием. О чем сегодня вот мы недвусмысленно уже говорим, потому что можно на самом деле рассуждать сколько угодно, но проблема, например, общей взрослой национальной программы поддержки чтения заключалась в том, что она так и не стала государственной. Соответственно, многое ушло в энтузиазм, которого не занимать педагогом, библиотекарем и так далее. Но, тем не менее, это так. Поэтому сроки были очень сжатые. Было лето на дворе, народ был в отпусках. И слава тебе, Господи, что откликнулись большое число специалистов. Причем задача стояла такая, что нужно было собрать не просто библиотекари, а нужно было собрать и педагогов, и книгоиздателей, и писателей, и музеи, и театры, и многих-многих других социологов. Владимир Самуилович Сопкин у нас приезжал, проводил круглые столы. Отсюда, естественно, некие, что кто-то себя не увидел, скажем так. Другой момент. Все, кто готовил подобного рода документы, все вы прекрасно знаете, сдавалось сто страниц текста. Вот на сегодня мы получили вот эту книжечку, в которой многого не увидели. И многое оказалось и ДД, и ДР. Вот. Поэтому, дай Бог, что сейчас случится то, о чем нам говорил Григорьев на пленарном заседании, в ближайшие дни все это подпишется. В программе мы будем иметь возможность, я в это как-то очень верю, какие-то вещи разъяснить, расширить, углубить, как говорил наш лидер. Вот. И это получится уже более полноценный такой документ. А на самом деле важно, чтобы все вот эти процедурные вопросы прошли, и мы с вами уже трудились на государственном уровне, скажем так. Вот. Поэтому огромное спасибо за замечание, я все записала. Касательно магистратуры и так далее, я этого коснусь в своем небольшом выступлении по кадровым проблемам. Вот. Остальное все донесу, и мы с вами в тесном контакте, на связи и так далее. А сейчас мы предоставляем слово с особым чувством Нины Николаевны Мазняк, заместителю директора Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина в Санкт-Петербург, нашим большим друзьям в замечательной библиотеке. Спасибо. Пять-семь минут только, да? Повтораемся. Да? Пять-семь минут. Пять-семь минут и песня Glow пушкина в ссенеander в килограмме Пушкина в Санкт-Петербурге, на:" foreman accessible то, что подчеркнуто в концепции, медийные лица, и ежегодно издается календарь детского движения, мероприятие, связанное с пропагандой книги и детей, это когда представлено медийное лицо, это актер, это знаменитый футболист и так далее, которые пропагандируют для детей и молодежи, желание читать и важность этого. И также в программе детского движения, разработанной и проводятся уже в течение многих лет, это акции, которые направлены на поддержку и интерес к чтению, именно связанные вот такие, это неделя детской книги, и неделя науки, и многие другие, детская, летняя чтение программа Book Travel, когда все 60 детских библиотек, и взрослые многие библиотеки объединяются в эти, и вот как бы вот о таких объединениях можно говорить. Следующий момент, это, конечно, необходимость и то, что подчеркнуто в концепции, и все разделяют, и мы практически уже многое осуществляем и читаем, это рекомендательная библиография для детей, которая необходима. Это, вы знаете, наш каталог Миллениум, который вышел, в свое время поддержан Ассоциацией школьных библиотек, и многие другие рекомендательные указатели, и, конечно, вот это нужно по моменту отметить. Также куда без новых технологий. Детская библиотека, то есть опросы все показывают, что, естественно, идут в библиотеку, где еще очень много технологий. И вот уже говорилось, что объединяя коня и трепетную лай, и не далее, как позавчера, на 3-й, 9-й выставке «Новые технологии в библиотеках», как раз было об этом сказано, что именно благодаря новым технологиям в развитии интереса к чтению. Сейчас идет выставка до 8-го числа в Натбиблиотеке, выставка «Новые технологии», очень интересные экспонаты, которые не сами по себе технологию показывают, а именно вызывают интерес к чтению. Это и стена, на которой оживает пиковая дама, это и полка с живыми книгами, это и стена Хармса, электронная стена Хармса, и очень многое другое. То есть вот мы вас приглашаем в стенах нашей библиотеки на Большой Морской, вот можно посетить эту выставку, посмотреть те экспонаты, которые помогают ребятам, то есть какие-то программы, интерактивные моменты представленные, которые нужны. Вот как бы, наверное, поддержку новых технологий в детской библиотеке, это необходимо. Еще два слова буквально о международной взаимопонимании, международной деятельности. И здесь хотелось бы сказать вот эти программы «Открой книгу, открой мир» о том, что лучшие детские книги мира должны присутствовать в библиотеках. Мы получаем эту коллекцию. Очень большие сложности с таможней. Тут вот, наверное, как-то нужны какие-то моменты оговорить именно о представлении самых лучших новинок современной детской литературы из разных стран мира. Также все знают, что Россия является спонсором Международного дня детской книги 2017 года. И так вот, РГДБ и наша библиотека, в которой есть секция Совета по детской книге, рассылают плакаты российского художника и послания более чем в 70 стран мира. И вот сейчас мы этим занимаемся, посылаем в самые далекие, интересные, экзотические страны мира вот этот материал. То есть обязательно отразить взаимодействие вот этого международного момента. И еще все помнят, как бы я несколько позиций, чтобы коротко, что все помнят, что был такой великолепный журнал детская литература. И вот необходимость в таком периодическом издании, наверное, обязательно нужно подчеркнуть. Потому что вот это то, что нужно обязательно библиотекарям, практикам, даже семьям, родителям интересующимся. Вот этот материал популярный периодически. Есть попытки такого журнала, но вот масштаба, мощности и использование такого научного потенциала детского чтения в России, детской литературы, вот обязательно это нужно отразить. Ну вот выступали как раз представители образования и писатель очень эмоционально. И поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы мы в практике используем проведение литературных уроков, уроков литературы именно программных в библиотеке. То есть именно в соответствии со школьной программой, расширяя ее и представляя, как интерактивные действия, возможность библиотеки, это какие-то атрибуты, костюмы, это возможность изданий различных. И вот эти уроки литературы, которые проводятся в библиотеке, ну когда-то были уроки библиотечной грамотности, кстати, было очень здорово. Может быть, возможно, ввести как-то в программу или как факультатив, потому что мощности библиотеки, текстовые мощности, именно книжные, технологические, могут расцветить вот этот, как бы такой выездной урок литературы. Наша библиотека имеет большой опыт, мы предоставили сейчас материал один в журнал «Школьная библиотека». То есть вот этот момент еще бы хотелось, а у нас еще более объединит вот межведомственно, ну и куда же без детских садов, которые только в детской библиотеке. То есть вот эти моменты хотелось бы вот отразить в программе. Ну вот из таких пожеланий очень много делается в библиотеке. Хочу еще просто сказать, что мы сейчас готовим акцию 2400 книг, которые приобретены на деньги из президентского фонда. Наша библиотека получила вот такой, скажем, грант, и приобретены лучшие книги детские, да, 904 тысячи мы получили, детские книги приобретены, они прошли две огромных финансовых проверки, то есть когда мы их еще только должны были приобрететь, то у нас финансовое управление 10 дней пришло и проверяло это, пока убедились, что это еще не получено. Как мы только получили, пришла комиссия финансовая, 23 дня они у нас работали, они проверили, они были потрясены, потрясены, ну так вот скромно сказать, повятком и приобретением, но потрясены книгами. Они, сами мамы, они не видели таких книг, и что библиотека может представить такие книги. То есть наши специалисты над этим поработали, и вот эта акция будет в городе, и тоже вас на нее приглашаем. Нет, Николаевна, а вы уже... Да, я бы сходила, это основное новелло, публика может не знает. Это год назад на первом фестивале на Красной площади РГДБ курировала площадку детской учебной литературы, и пришел Владимир Владимирович Путин, и нашим Александром, ну как бы пять минут ей дали на то, чтобы с ним пообщаться. Пообщались очень продуктивно, она показала ему прекрасные детские книги, наших ведущих издательств, небольших издательств, и сказала, Владимир Владимирович, есть проблема. Какая? Вот чем лучше детская книжка, она должна быть хорошей, с хорошей иллюстрацией, с хорошим шрифтом, на хорошей бумаге, тем она дороже. И, соответственно, купить ее и увидеть ее при нынешних тиражах могут только в Москве, в Питере, дай бог, в миллионниках городах, и то не всегда. Чуть отъедем к книге детской, современной, хорошей, переиздание хорошее, не найдешь. Поэтому хороший способ отправить эти книжки в библиотеки, где ими смогут пользоваться не одна семья, а достаточно большое число детей. Он тут же на Красной площади подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 50 миллионов рублей. Ну вот год прошел, проверок прошло. Вот мы просто как зачинатели и инициаторы, хотя РГДБ из этого, естественно, ничего не получило, мы думали именно в первую очередь о сельских библиотеках, об отдаленных городах и так далее. Вы не представляете, что претерпели центральные детские библиотеки регионов, сколько проверок, сколько вопросов. И только 2 июня нынешнего года наконец было подписано распоряжение, и деньги пошли в регионы. Сейчас уже, слава тебе, Господи, приобретают, ну в зависимости от суммы, детские новые книжки, и вот нам Илья Николаевна об этом рассказала. Так что, такая история. Мы только в том, что все-таки таможенные барьеры, как-то вот эти моменты финансово-таможенных вот этих барьеров тоже можно взять, потому что зарубежную книгу мы имеем опыт, это отдельный рассказ, как мы получаем на таможне вот эти современные книги, так что очень много предложений. А насчет, да, спасибо вам, давай с Пакопой. А насчет, да, заубежной детской книги тоже, для всех информации, если кто не знает. Все знают, совет по детской книге, да, существует в мире, IBBY такая организация. И вот в данном случае Санкт-Петербург и библиотека имени Пушкина с секцией, так сказать, самые наши известные представители, нашей российской IBBY, она у нас существует очень давно. И ни разу в нашей стране не было Конгресса IBBY. Никогда. За все эти годы ее существования. И вот опять же, мы там выступили с инициативой два года назад и выиграли предложение о том, что Россия станет страной в 2020 году, страной-организатором Конгресса IBBY. А это, чтобы вы понимали, полторы-две тысячи человек со всего мира, это мероприятие и в Москве, и в других городах. Это огромная, экскурсионная, в том числе, программа, профессиональная программа для делегатов. Поэтому знайте, что нас всех ждет. И мы будем очень рады. С Петербургом мы очень вот так вот работаем по этому поводу. Но мы будем рады любым предложениям, любой помощи в организации этого Конгресса. Ну что ж, вам больше повезло, когда мы составляли заявку на проведение ИФЛа в Санкт-Петербурге, и как бы у нас была самая лучшая заявка, и у нас есть теперь этот центр, который там недалеко, это аэропорта построили, шикарный просто. Ну вот, не поддержали нас. Не поддержали нас, и поэтому в 2017 году ИФЛа пройдет в Польше. Но мы продолжим свою работу, и у нас всегда Петербург, Калининградская область, как близнецы и братья, выступают на одной площадке. И я хочу, чтобы Людмила Валентиновна Степанова поделилась своими мыслями в рамках отведенного регламента. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы использовать вот это место для утверждения следующей позиции прямо в локосе, очень прямой, концепцию, которая нам была предложена в августе месяце, и обозначить ценя ваше и свое время, только одной проблемой для обнаружения этих тезисов, которые я написала. Что и какой ресурс эта концепция дает нам для движения вперед. Не для констатации того, что сделано, не для обобщения, не для даже просчета последствий, даже самых эффективных наших проектов. Ленинградская областная детская библиотека в свои самые крупные проекты, такие как «Книжный путь», «Школа детского чтения», «Классика до и после прочтения» ведет более 10 лет, их можно увидеть на наших сайтах. Но именно, что нам дает в этой концепции движение вперед. И такая реплика на полях моих размышлений, моих тезисов. Я бы одобрила стилистику авторов, хотя она может быть и тороплива. Она близка к международным документам, эта стилистика. Она человеческая стилистика, конечно, и она не архаичная. Вот этот стимул, этот ресурс движения вперед. И еще, я бы хотела сразу еще раз напомнить, кому и зачем нужна программа поддержки детского и юношеского чтения. Вы знаете, друзья, я скажу вам, вот мы только что провели школу детского чтения в Сланцах, и более 800 детей. Это мы учитывали только те, кто прошли через Сланцевскую детскую библиотеку за три дня 800 детей. А этим жил весь город. Вот меня уполномочили со следующим заявлением к вам ответить на этот вопрос. У детей современных и подростков, особенно после 12 лет, сформировался этот запрос. Эта программа поддержки детского чтения нужна нашим подросткам прежде всего. Я закончу, это мой последний тезис, но я просто вас заинтригую, потому что подростки, детская читательская элита и просто масса подростков уполномочили меня задать тут вот один вопрос, на который они хотят получить ответ. Так что, вот эта программа нужна прежде всего нашим подросткам, которые, просто это их социальный заказ, но при этом очень ответственный вызов к нам и к нашему, вот к нашей деятельности, обращенной к новому поколению. Каковы точки нашего возвышения над опытом? Вот я себе так позволю это сформулировать. И, знаете, когда я читала программу и когда мы размышляли, объединившись с Центром исследования детской литературы Пушкинского дома, так сложилось исторически, теперь кафедра детской литературы закрыта, Майя Сергеевна объединила в ресурсах, внутри ресурсов своей библиотеки, привлекла преподавателей кафедры и там теперь сформировано такое сообщество, вот существует два координационных центра, Центра исследования по научным исследованиям и Ленинградская областная детская библиотека. Так вот, когда я размышляла, смотрите, что происходит. Методологически это очень важно. Я сейчас скажу банальную вещь, но методологически это очень важно. И опять здесь я отвлекусь еще раз. Мы со своими проектами движемся по Ленинградской области и большой ареал Петербурга занимаем. В наших проектах участвуют за год более множество детей, потому что мы движемся вместе с детьми, у нас дети в авангарде движения. Но что происходит, когда мы пишем наши концепции, когда мы занимаемся разработкой программ, мы объединяемся вместе с родителями и учителями вокруг не чтения детей, формируя у них сразу комплекс детей. Посмотрите на стилистику всех документов. Ах, вы все-таки не читаете, а вот мы сейчас придумаем все, давайте объединимся вокруг чтения детей. Вот мы разместили с детьми специальный вопрос, адресованный взрослым, почему наши дети любят читать, любят читать. И как только мы объединяемся вокруг вот этого огромного ресурса, чтение детей, это огромнейший ресурс в нашей стране, чтение детей, как только мы гасим чувство вины у детей, и как только мы снимаем с себя всякие разные оправдания насчет того, что мы не создаем нормальную инфраструктуру детского и подросткового чтения, у нас выявляется чрезвычайно много проблем. А, в изучении чтения и дальше в педагогике чтения, вот эти проблемы, они заявлены в программе и там сказано, что мы не знаем новое поколение, читательскую ситуацию, культурологическую именно ситуацию, филологическую ситуацию, медийную ситуацию вокруг современного детского чтения, в части его последствий сформировано целое поколение, которое читает иначе в иной читательской ситуации. И вот изучение этого вокруг положения ребенок читает, а не ребенок не читает. мы сразу задаем вектор манипулирования ребенком, мы сразу его устраняем. И вот вторая проблема, мой второй тезис, то, что и это в программе заявлено к сожалению с очевидностью. Я понимаю, что лоббирование детского и подросткового чтения необходимо пугая чиновников. Ух, они не читают. Я понимаю, но тем не менее, как только мы занимаем этот подход внутри уже в составлении рабочих программ, мы, знаете, к чему переходим? Вот это тоже очевидность и банальность, но я хочу произнести. Мы исключаем ребенка, современного ребенка, как субъекта культуры. А он-то уже изобрел в том числе в процессе чтения, которое для него является единственным интимным процессом, приватным, до бесконечности, беспредельности, потому что там ребенок находится один на один с собой. Так вот, мы исключаем ребенка, как его способы воспроизводства культуры, в которых он нас в современной медиа и информационной среде опережает. И смотрите, здесь возникает главное поле противоречий. У нас нет инструментария, изучения современного детского и подросткового чтения. Я специально говорю о детском и подростковом чтении, вот так локализую. Почему? Социологическими методами мы владеем, педагогическими методами мы владеем, в основе педагогических методов. Что у нас лежит? Потому что мы не чтение исходим. У нас лежит в основе педагогического метода чтение как способ Вот манипулирование ребенком и еще привлечение, приобщение и так далее. Эти все глаголы не работают. Вот последний тезис, помните, дети дали мне просто задание в городе Сланцев, 700 детей. Вот я такой своеобразный посол этих 700 детей, 70 из которых соберется у нас 14 декабря в Ленинградской областной детской библиотеке на декабрьских чтениях. И еще традиционный подход нашего объединения вокруг нечтения. Смотрите, что меня резануло. Я понимаю, что это государственный документ, но тем не менее. Устраняя ребенка из этой области, мы одной из таких важных функций чтения, развития образования, как социализация, мы используем только как способ, как удочку, даже которую мы не детям даем, а себе в руки, поймать этого ребенка. Но существует еще внутренняя социализация, о которой говорил Зиньковский. Это внутренняя социализация во внутренней среде, ребенка в психической и духовной среде. И поэтому мы вместе с Центром исследования детского чтения совсем недавно провели вот такую конференцию «Антропология семейного чтения поликнижных рефлексий». Мы опробировали иные методы исследования, не социологические. Предметом исследования является бытование книги в повседневности современного ребенка, небольшого города. Как происходит передача, трансляция опыта из рук в руки, от слова к слову, из взгляда в взгляду. Как, например, мигрируют по дому книги современного ребенка и так далее. Много антропологический метод. Тогда, когда мы занимаемся практикой созерцания читающего ребенка, наблюдения и выслушивания, интервьюирования читающего и не читающего ребенка. Вот дети, которые пользуются, пользовались, допустим, нашими методиками, они чрезвычайно успешны. Следующий. А еще вот в этой связи смотрите, что с нами происходит в методике нашей деятельности, в методике педагогики детского чтения. Мы отчуждаем чтение от повседневности. Современную и письменную культуру от повседневности ребенка, от природы его развития, и мы мало занимаемся изучением мотивов чтения. Того внутреннего импульса, от которого только происходит культурное действие ребенка. И следующее. Я уже экономила время. Я приглашаю всех в связи вот с этой программой все-таки быть на стороне ребенка и заниматься полевыми практиками детского и подросткового чтения. Тогда, когда за основу берется природа ребенка и те задачи, которые он решает, задачи его внутренней социализации, и тогда чтение успешно. А теперь тот вопрос, над которым мы три дня думали вместе с детьми в городе Сланцев и будем 14 ноября вновь собираться по этому поводу. Знаете, какой вопрос? Зачем читать? Оказалось, мы проводили множество интервью и полторы недели проводили в каждой школе по книжной перемене. Знаете, и оказывается, ни дети, ни взрослые не знают ответа на этот вопрос. В той степени, чтобы без высокомерия, без специальных терминов, без стремления манипулировать с ребенком человеческим языком ответить современному ребенку, который очень много пишет, который очень много получает информации. Зачем читать? Не потому, чтобы оправдать эту деятельность, не потому, чтобы его заставить читать, а просто проговорить в диалоге, который ищет ребенок этого нового поколения. Вы создайте ответ в это время на вопрос, зачем читать. И абсолютно в заключение. Мне бы хотелось, вот этот вопрос у меня возник, когда выступал Евгений Иванович, мне бы хотелось вот о чем сказать. Еще один запрос от детей, которые поступают. Они хотят вместе с нами в диалоге кодировать современные события, которые бы обретали культурную символику, превращались в символы события происходящего, потому что они живут в такой серой обыденности, которую погружает их речевая культура вокруг детей. С детьми не говорят. Говорят о них и все глаголы, которые употребляют, в том числе по поводу чтения, только о функциях, о долженствовании, но не говорят с ними. И они бы хотели кодировать вот эти свои культурные идеи. Дальше. Они бы хотели, чтобы их понимали, и чтобы мы с ними жили в одном пространстве по раскодированию тех событий, которые происходили раньше. И в связи с этим нельзя ли уделить больше внимания в концепции, это последнее в концепции именно речевой культуры, не только письменной, вокруг ребенка. И еще, в культуре мышления это не подразумевается, говорят нам дети. Дети-лидеры чтения. В обыденном пространстве читательской повседневности это не подразумевается. Любмила Валентиновна, большое вам спасибо. Скажу вам честно, и я могу, и мне стало страшно. Просто, ну, как бы, если бы мы были в ООН, мы присвоили бы вам тут же, как это называется, посол, детство и так далее. Но вы говорили таким трудным для понимания даже взрослых языком, что я не уверен, что дети, как бы, вот вам делегировали все те функции, о которых, так сказать, вы нам сказали, и особенно исландцам. Мне просто про про детей, думать, что они глупее, чем они есть. Вот, нет, не дам, не дам. Вот, друзья, так и происходит. Тогда повседневность и обыденность искажаются взрослыми. Тогда, когда дети говорят, и тогда, когда они бросают вызов. Ну, для того, чтобы примирить и принять иронию Сергея Александровича, и примирить его с реальностью, Сергея Александровича, я вас приглашаю 14-го, ровно в 11-е на встречу с лидерами детского чтения в Ленинградскую областную детскую библиотеку. Слушайте речь детей. Пытайтесь говорить с ними. Вызов очень серьезный. Спасибо большое. Я себе запишу 14 декабря. Но мне тоже хочется слегка продолжить некоторую иронию. Я без нее не могу считать, что она снимает многие проблемы именно в речевой деятельности, во взаимопонимании и во взаимодействии людей. Вот у нас сейчас получился диалог с уважаемой Людмилей Валентиновной по ежеленцу. Лифтер был настойчив, но и лифт умел постоять за себя. И тем не менее, мы очень благодарны Людмиле Валентиновне, хотя, конечно, в концепции есть важный пункт в разделе 4, страница 12 «Принцип активного участия детей, подростков и юношества в реализации программы». Это попытка, ну, я не знаю, потому что Татьяна Витальевна ведет свою здесь, так сказать, тайную пропагандистскую деятельность в первом ряду, но просто уже я стараюсь не смотреть в ту сторону. Прошу прощения. Вот. Ну, если Людмила Валентиновна все слышала, тогда я хотел бы вот... Нет, Вера Петровна Чудиновна, я хочу все-таки... Ну, только это не будет больно. Ну, давайте. Это просто реплика. Лера Петровна Чудинова. Это просто реплика. Когда делалась концепция идеи программы, вот этот принцип один из ключевых. Это дети как субъекты, это читательский потенциал детей, и для подростков это принципиально важная вещь, поэтому этот принцип был заложен. Другое дело, что он не развернут. Я надеюсь, в программе он будет развернут. Это вот первый момент. То есть, вторая идея, это развитие интереса к чтению и читательского потенциала через развитие интереса к чтению, прежде всего, в современной литературе. По всем международным программам и проектам, мотивация и развитие интереса, это принципиальная, важнейшая роль, об этом сейчас говорят и библиотекари, и педагоги, и вообще учителя в сфере образования. Интерес, мотивация к обучению. И третий момент, очень важный, который, вот он прошел на самом деле в выступлении предыдущего докладчика, это момент, понимаете, какой. Это все-таки недооценка понимания роли чтения, то недопонимание важности, что и родители, и учителя, и сами педагоги, и библиотекари, они все-таки недопонимают важности. Поэтому вот в концепции был пункт мода на чтение, развитие, движение, поддержки интереса к чтению. И, кстати, филологи там были. Они будут делать. Вера Мироновна, спасибо, спасибо большое. Просто свертывание информации произошло не очень корректно. Я выражусь так. Но, видите, после чудесного выступления Людмилы Валентиновны, произошло такое некоторое социологическое возбуждение. И поэтому я не могу не предоставить слово для реплики. Уважаемые коллеги, если кто-то из вас был вчера и слышал моё наступление, то вы понимаете, как близко то, что сказал Людмилы, к тому, что говорила я. Значит, все-таки замечательная идея о том, что нам нужно всех привлекать, думать о народе. Но всё-таки все наши усилия, по моему опыту большинство наших усилий, связано с этим самым привлечением. А всё-таки у нас есть понятие о точках роста. Мы мало работаем с теми людьми, которые читают, которые уже привлечены, с ними всё в порядке. А вот то, о чём я вчера говорила, тоже касалось такой, что называется, продвинутой группы. Вот если мы не будем с этими или и с этими, и больше с этими людьми работать, то мы расти не будем. Вот в нашей библиотеке для молодёжи, у нашего директора Ирины Борисовны-Михновой, про которую вы, наверное, всё знаете, вот, между прочим, эта идея и есть. Что, вот, да, к нам ходят продвинутые, и мы работаем в основном на вербах. Это не значит, что мы, так сказать, ходите, на наши мероприятия приходите, и в нашу библиотеку, куда ходят там 800-е, иногда и 1000 человек в день, приходите все. Но вот мы смотрим на этих людей. И это очень важно, очень важно. Мы об этом должны думать. Спасибо. Большое спасибо с Вашим решением. Мы продолжим вот в каком ключе. Потому что вот у Людмилы Валентиновны была такая, так сказать, вот ответ буквально на этот страшный вопрос. Кому нужна программа? Значит, программа нужна подросткам, прежде всего, да? А вот я сидел тоже и думал с самого начала, и вот для меня всё-таки по-другому формулируется ответ. Эта программа больше нужна всем тем, кто работает в тех или иных социальных институтах, которые обеспечивают незаметно часто для этого подростка его читательскую среду. То есть, по сути дела, можно это обозначить простым словом. Она адресована кадром. И я поэтому хочу предоставить слово по вопросу о разделе кадры, скажем так, сугубо бюрократическим языком. Потому что иначе, если мы сами не будем готовы к реализации этой программы, то и подросткам ничего не достанется. Спасибо, Сергей Александрович. Ну, на самом деле, проблема кадровая. Мне не нужно сейчас доказывать, что кадры решают всё, как важны и нужны кадры. Но мы прекрасно понимаем. Поэтому у меня не будет какой-то такой вот прям доклад. Я хочу с вами вместе порассуждать об этой проблеме. Все мы её осознаём. Если у нас не будет подготовленных специалистов, то реализация программы, даже когда мы её обсудим, насытим ещё дополнениями, создадим план реализации, она будет буксовать. Проблемы это существует. Вот я ещё раз повторюсь, у нас в РГДВ летом прошло семь круглых столов. Собирались и книгоиздатели, и музейщики, и исследователи, педагоги и так далее. И на каждом из этих заседаний вопрос о кадрах вставал. Я буду говорить о нашей библиотечной отрасли, но я думаю, что мои размышления будут созвучны всем, кто сидит в этой аудитории. Я думаю, абсолютно те же проблемы. О каких-то проблемах и она слышана, а каких-то, может быть, знаю хуже. Но, в принципе, проблемы у нас одинаковые. Вот что касается, например, библиотечного дела. Все мы с вами видим, что кадры детских библиотек и вообще библиотек стареют стремительно. Специалистов с профильным образованием всё меньше и меньше. Но я сейчас, правда, хочу порассуждать тоже на эту тему. Как бывший декан библиотечного факультета Московского государственного университета культуры и искусств. В общем, я как бы изнутри эту проблему знаю, а потом ушла в практику и знаю её теперь со стороны практиков. Так вот, действительно, проблемы есть. Кто у нас будет приобщать и продвигать? Сегодня уже прозвучал тезис о том, что мало быть мамой, папой, бабушкой и ещё кем-то, что нужно быть специалистом. А это целый комплекс квалификационных требований. Это знания и детской литературы, прежде всего. Это знания основ педагогики, психологии, умения общаться, знания современных технологий и гаджетов, чтобы вы могли с современным ребёнком говорить на одном и том же языке. И что мы видим, какая картина у нас сейчас есть? То, что касается подготовки библиотекаря-педагога и просто библиотечного специалиста в области детского чтения, детской литературы и библиотечного обслуживания детей. Что у нас на сегодняшний день имеется? Ничего. Ничего. Во всех вузах культуры существовали, вы знаете, кафедры детской литературы, библиотечной работы с детьми. Их закрыли. Последней пала питерская кафедра. И огромное спасибо Майе Сергеевне Куракиной, вот я ей кланюсь прямо отсюда, за то, что специалисты всё-таки нашли, ну, какое-то... Конечно, это уже не кафедра, но, тем не менее, работа в Ленинградской областной детской библиотеке и в Центре исследования детской литературы, это тоже, так сказать, какой-то выход, и большой выход, и мы активно сотрудничаем, поэтому это хорошо. Но, тем не менее, кафедр нет. С другой стороны, то есть у нас то, что называется основное, высшее образование, сейчас провисло полностью. Вы знаете, что бюджетные места сокращаются на библиотечные факультеты, а их практически тоже уже в московском нету библиотечного факультета, чтобы вы знали. Вот, от кафедр наших многочисленных остаются жалкие остатки, то есть высшее образование вот в том самом кризисе, который мы все констатируем. С другой стороны, не могу привить душу, и всё-таки вот как, ещё раз повторюсь, бывший образованец, ну, то есть образованец бывшим не бывает, наверное, вот, ну, то есть я внутри этих проблем находилась, я, вы знаете, всегда видела такую вещь, что на библиотечные факультеты конкурсов нету, нам отчитаться было особо нечем, рапортовать нечем. А почему не было конкурсов? Да потому что профессия библиотекаря с низким, так сказать, общественным резонансом и статусом, зарплата маленькая, понимание того, что библиотекарь это сегодня абсолютно новое, интереснейшее, связанное в том числе с новыми передовыми технологиями профессия, в обществе не сформировано. Как нет моды на чтение, так и нет моды на библиотекаре. Поэтому дети к нам после школы шли, ну, вот, когда начинали с ними разговаривать, что ты идешь не в библиотечный курс, я читать люблю, ну, молодец, вот у тебя, значит, мнение, что ты сейчас будешь учиться на государственные деньги и будешь читать потом в библиотеке. То есть вот такие вот дети, соответственно, недоборы и так далее. Поэтому руководство вузов всегда говорило, ну, а у вас тут вот все равно этого нет. Поэтому то, что касается высшего образования, я вот все-таки пришла к такому выводу, что получать высшее библиотечное образование, а сейчас нас к этому призывает в том числе, вот-вот будет подписан профстандарт наш, там же, посмотрите, требований к уровню образования, какие. Что вообще делать с библиотеками, я не представляю. Там идет высшее профильное образование, то есть библиотечное, или же педагогическое. Раньше мы там прятались за культурой и искусством, теперь только в редких случаях, если человек организует массовые мероприятия, вот там можно взять кого-то там, культуролога, еще кого-то. И с чем мы с вами остаемся? У нас в библиотеках работают люди с самыми разными высшими образованиями, с разными специальностями, с разными профессиями. Но работают прекрасно, многие годы отдали этой работе, самообразование, практика, научила их многим вещам. Какой есть вариант? Вот мне сразу пришла в голову вот еще нашего замечательного коллегу из Питера, магистатура. Вот мы сегодня о ней говорили, я говорила, что я ее коснусь. Нам тоже эта идея пришла в голову. Российская государственная детская библиотека два года назад организовала разработку программы теории и методологии библиотечно-информационного обслуживания детей. Объявили ее, распиарили всем коллегам, рассказали. Слушайте, у нас был конкурс бешеный. Мы принимали со всей страны людей. У нас было 10 мест, мы приняли 16 человек, из которых львиная доля платна. Ну, плата, правда, вполне себе посильная по нынешним временам. Я хочу сказать, что в институте открыли рот. Они сказали, у нас такого давным-давно не было. Это пришли специалисты, это пришли люди осознанно, взрослые. Они понимали, зачем им это нужно, и они требуют от педагогов. И вот тут выясняется, что должна быть очень вот такой хороший баланс между вузом и практиками. Понимаете, зачастую, ну что там говорить, ну я сама педагог. Многие уже там 10 лет не бывали в библиотеке, читают теоретические лекции, читают хорошо. Но зачастую не представляют, что сейчас нужно в библиотеке, что нужно уметь, что в первую очередь нужно сделать, как этому научить, что показать. Поэтому вот у нас программа эта магистерская построена, основной блок дается теоретически на базе института. Всю, все дисциплины программы мы читаем в РГДБ. И, то есть на ура идет этот проект, люди спрашивают, когда будут новые наборы, но тут. То есть бюджетные места от Минобра. И не скрою, что наша головная боль с Московским государственным институтом культуры. Потому что приходишь и приходится доказывать, что нужно это. Оформить наставку мы не можем, зарплату такую дать не можем, это не можем, это не можем. И получается, что это сейчас идет на сплошном энтузиазме специалистов РГДБ. Я им всегда говорю огромное спасибо. Они у нас умницы, они у нас кандидаты наук. Уникальные ситуации, что почти очень многие у нас преподают вузов. У нас есть этот опыт, понимаете. А если брать обычную библиотеку, чтобы она была таким партнером, ей будет сложно. Поэтому вот здесь наше межведомственное взаимодействие очень нужно. И за этим будущее. Потому что если мы хотим настоящее высшее образование, то это действительно магистратура для людей, уже выбравших эту специальность как основной в своей жизни. Это вот то, что касается высшего образования. То, что касается повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Значит, есть путь сразу о профессиональной переподготовке скажу. Это тоже путь для людей с непрофильным образованием. Но опять же, здесь нужен центр. Вот был у нас Априк, кто-то серьезно этим занимался, к сожалению. Сейчас прошла оптимизация, его слили с Институтом культуры. Ну, в общем, перспективы не самые радужные. Достаточно пообщаться с Татьяной Яковлевной Кузнецовой и вообще просто на нее посмотреть. Вот, поэтому это неправильно. Поэтому кто-то должен взять на себя, наверное, какие-то координирующие функции. В данном случае я буду нескромной, но РГДБ готова взять на себя координацию именно переподготовки и повышения квалификации. Потому что мы создали учебный центр, мы с боем получили лицензию образовательную. Это очень сложно. Ну, кто с этим знаком, они это хорошо знают. Вот, 9 тысяч специалистов за неполных 3 года у нас прошли разные формы повышения квалификации, но мы сделали ставку, конечно, на дистанционку. Хотя я, как старый педагог, очень люблю все-таки личный контакт. Вот, поэтому, ну, сами понимаете, сколько нужно денег приехать в Москву, остановиться и так далее. Вот такие формы, и эти формы еще хороши чем? Что мы зовем и можем позвать специалистов, любых самых ведущих, из Москвы, из Питера, из любого уголка нашей необъятной Родины, и дать лучшее нашим специалистам. Поэтому, вот мне кажется, что мы сейчас должны использовать формы сетевого взаимодействия. Закон об образовании нам такую возможность дает. И выстраивать вот такую новую многоуровневую систему подготовки специалистов. А они, повторюсь, нужны везде. И в библиотеках, и, скажите мне, вот тоже задали вопрос. А кто будет книгодорговцев учить? Посмотрите специальности Института Печати, который теперь уже тоже не Институт Печати, а кусок от политехнического, да. Вот. Педагоги. Где курсы детской литературы? Сколько там часов? Где курсы методики внеклассного чтения? И так далее. То есть проблемы у нас общие, и нам опять же здесь нужно, не дожидаясь, наверное, каких-то там высочайших решений, между собой. Вот сказал Герценовский, что магистратуру, пожалуйста, давайте вместе это делать, тем более сейчас есть возможности вот эти дистанционные. Ленинградская областная, Смазлинская и с другими мы уже говорили о включении в систему нашей переподготовки. Ради бога, давайте сейчас хотя бы на горизонтальном уровне все это делать. Но, опять же повторюсь, хотелось бы, чтобы на это нам дали средства. Потому что на одном энтузиазме тоже, знаете, далеко не уедешь. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, Герценовна. Ну вот я не могу не дать слово Валентина Александровна, потому что все-таки высшая школа Петербурга, она имеет, имеет, как мне кажется, вес еще до сих пор. Конечно. Спасибо огромное. Затронули, раскрыяли блядечку, да, которая есть. Но я хочу, значит, огромное спасибо, конечно, всего много, вот о той междисциплинарности, межведомственности, о которой мы говорим. Мы действительно, и сама проблема чтения, она междисциплинарная. Вот мы 83, Сергей Михайлович, в науке раскопали, которые занимаются проблемами чтения. Но, увы, я, если когда мы говорим, все равно мы каждый говорим про свою делянку. Про свою делянку филологическую. Вот психологов нет, а я про свою делянку попали. Нейрофизиологи, нейропсихологи и так далее. Это просто так вот, размышления, информация. А то, что касается именно образования. Да, разрушили, погубили кафедры. Причем погубили мы их сами. Я это могу доказать и рассказать, но не об этом речь сейчас. Как теперь все это дело возрождать, да, и как? Вот у нас все-таки появился сейчас профиль по нашей кафедре библиотека ведения и теории чтения. Так этот хвостик, его иногда забывают, и говорят, только библиотека ведения. Но вот профиль такой, значит, коммуникационная деятельность общедоступных и школьных библиотек. Чтобы хоть как-то что-то. Вот у меня в руках, я, как бы там, сендерный доклад, читатель и леведческое знание, библиотечные информационные деятельности и образование. Я вот там сопоставила, как закон, где нет слова, библиотечный закон, где нет слова, читатель, а пользователь. Сама деятельность, которая происходит, где много читателей, и вот образование. Так вот у нас сейчас мы пока в этом рамках этого профиля вот как-то сохраняем, да. Я не буду просто говорить, вот дисциплины, и социология, и психология, и чтение, и читатели ведения, и библиотечная журналистика. И есть у нас социокультурные технологии при лечении детей и подростков. Есть такие и с ограниченными возможностями. Мы его только сейчас запустили. Вот эти студенты, они на третьем курсе. Правда, через год они уже выпускаются. Вот сейчас они уже таким вот мощным потоком начинают изучаться. Я сейчас вот веду курс читателей ведения в системе коммуникационной деятельности библиотек. И мне очень интересно, и мои ребята. Ну их у нас, к сожалению, 18. Теперь вот о проблеме. Вы знаете, я много раз и с деканом, и с заведующей кафедрой вот говорила про эту проблему, что, говорю, есть силы, можем мы это поднять, да. Говорят, а кто пойдет? А никто не хочет приходить. Значит, да, интерес у нас все бегут. Информационный менеджер, информационный аналитики. Не понимая того, что любой, скажем, читатель и вед, он информационный аналитик, он информационный менеджер и так далее. Но красивые названия. И дети действительно стараются уйти на более такие вот перспективные с точки зрения. Они приходят к нам за коммунитарным образованием, за блестящим, хорошим моментом. И уходят куда угодно. А теперь о магистратуре. Вот я про магистратуру тоже говорила. У нас всего 5-6 мест магистратуры платные. И говорят, какая вы почтение-то магистратура? Значит, не придут. Что надо делать? Я не знаю, как надо делать. Вот Татьяна Витовна, может, больше знает, потому что я не управленец, я вообще все вот эти, ты-ты-ты не знаю. А, значит, как, как действительно, вот целевое, вот мне видится, что целевая магистратура. А если, ну, об интеграции объединения, ну, как сделать? Вот, скажем, у нас очень многие занимаются чтением, а общего-то, общей институции, которая бы все взяла в это в руки, ее-то нет, а у семи нянек, дитя без глазу. Как сделать эту магистратуру? Не знаю, надо это отдельно, наверное, говорить. Какие-то мысли есть или еще что-то такое? Ну, вот то, что целевая, что кто-то подняли, губернатор, как-то еще, потому что сколько у нас, даже в школьной библиотеке, вот как раз в школьной библиотеке, это золотая площадка, которая объединяет и библиотеку, и культуру, и педагогику, и школу там, и психологию, все, что угодно. Вот давайте думать и над этим как-то работать. Маленькими коллективами, большими коллективами, специально, круглые, методом мозгового штурма, но можно, наверное, это сдвинуть. И вот то, что, конечно, на голом энтузиазме, никуда не уедешь, не уйдешь. А потенциал пока, пока еще остался, его надо реализовать, а то скоро и этот потенциал уйдет. Спасибо большое, Валентина Александровна. Ну что, коллеги, какие будут мнения? Мы работаем уже довольно долго, сегодня кофы нам не предоставили, уж извините, пожалуйста. Все на голом энтузиазме. Вот, да, да, на энтузиазме. Ну вот иногда, к сожалению, не все удается сделать, как хочется. Водичка, правда, есть, но... Ну, как нам велел премьер, так сказать. Но вы там держитесь, первую часть фразы я не буду говорить. Вот, вы ее все прекрасно помните. Можем мы постепенно завершать, или кто-то еще остался неудовлетворенным и хотел бы два-три слова свои вставить. Нет, вам уже не дам. Вот здесь есть люди, которые, так сказать, ну, давайте, тогда только представляйтесь, и именно вот так, именно, ну, две-три минутки, да? Вот я вижу две руки, вот, ну, прошу вас, да? Да, и вы. Хорошо? Коллеги, ну, еще набрались немножко бороться. Вот представьтесь только, пожалуйста, и не злоупотребляйте, как бы, регламентом. Я вас очень прошу. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Значит, я Ильина Нина Григорьевна, дочка писателя Григория Логиновича Шакулова. Могу сказать, что очень много сил прикладывают для того, чтобы дети читали. Потому что, ну, сказки моего отца Григория Логиновича Шакулова очень хорошие, добрые, мудрые. В 1953 году они заняли третье место на конкурсе Союза писателей СССР. Он всю жизнь работал садовником, мясником, сказки писал. И его сказки воспитывают именно, чтобы наблюдать за природой, чтобы, ну, улучшать эту природу, любить ее. И, значит, с 1953 по 1973 год его книжки издавались большими тиражами по 100-150 тысяч человек. А с 2009 года я и мои сыновья вот издаем его книжки, которые имеют очень большое значение. Именно в воспитании экологии, патриотизма. И мы, значит, издали примерно 27 тысяч уже за свои пенсии. Подарили в библиотеке, в школы, в вузы около 4 тысяч. По его произведениям проходят смотры и очень хорошие. Вот, значит, если хотите ознакомиться, то можно на сайте почитать, посмотреть. Вот, значит, я сейчас прочитаю несколько слов от мнения. И надо, ну, хорошо. Покажу слово. Ну, все, которые я не понимаю, да. Большое спасибо за внимание. Ой, спасибо. Хорошее детское книги, это всегда счастье. Так, девушка, и вот вы, да. И на этом мы будем поздно, поздно, поздно. Все, нет. Я буду жесток. Здравствуйте. Все поднимаются. Меня зовут Людмила Сухоставец. Я поэт, я театр. И первое, что я хочу сделать, это поблагодарить всех собравшихся здесь, высоких профессионалов, которые с любовью и, несмотря на сложности, продвигают культуру чтения. Вообще говоря, я часто выступаю в библиотеках, очень сильно изменилась библиотечная среда, не только крупные библиотеки, такие как библиотека иностранной литературы, как РГДБ, где Мария Александровна Веденяпина и ее сотрудники создали просто настоящую культурную революцию, но и небольшие библиотеки. И когда говорят о продвижении чтения, вот очень радостно, что появилась такая концепция, и она рассмотрена на таком высоком уровне, мне бы хотелось сказать о поэзии. Я вот очень верю, что это поможет. Потому что вот еще Станиславский говорил, что ученик — это не сосуд, который нужно наполнить, а это факель, который нужно зажечь, можно зажечь. И мне кажется, что именно поэзия — это вот и есть та самая искра, которая может помочь. Ну, как это сделать? Я думаю, вы лучше знаете. Возможно, это выступление в школах, профессиональных актеров, поэтов, писателей. Ну, прочтите нам, что ли, в конце концов. Зажгите нас! Да. Наша жизнь — это лучшая книга. В ней прекрасна любая глава. Пусть в ней будут лишь радости строки. Пусть в ней лучшие будут слова. Так ищите, мечтайте, творите, заполняйте ее между строк. Я желаю вам новых открытий. Я желаю вам новых дорог, чтобы вы... Забыла чуть-чуть растешь, я продолжу дальше. Свою рукопись не оставляйте. И не бойтесь. Не бойтесь мечтать. Вы ищите. Мечтайте, читайте. И другим помогайте читать. Сразу, напево, строчка за строчкой. Каждый день, каждый миг, каждый час. С каждой буквой, тире или точкой. Ваш текст только радует вас. Так строка за строкой наполняясь, Наши книги на полке встают. А потом их, смеясь, удивляясь, Наши дети и внуки прочтут. Я желаю вам новых открытий. Я желаю вам новых побед. Будьте вместе, дарите, любите. Новых ритм, добрых книг, долгих лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, после этих слов Единственное, что я могу сделать, Это дать Людмиле визитку, Чтобы она прислала нам это стихотворение, Которое мы включим в сборник трудов Нашей конференции. Выглядать там порядки. И от лица писательского сообщества Хочу сказать, что мы будем стараться Создавать такие тексты, Которые вам будет не стыдно И интересно продвигать И предлагать читателям. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие коллеги. Я забыл искать, Буду очень переживать, если не скажу. Для петербургских коллег, Потому что я понимаю, Что здесь многие гости форума, Если будет возможность, 5-го числа у нас в Герценском университете Удивительная встреча с детской писательницей Продолжение нашего разговора Из Франции, Знаменитой Мариот Мюрай, Автором Огоя и Умника. Это, по-моему, неудивительный такой, Ну, факт, что она приезжает к нам И будет встреча с ней, разговор о том, Как говорить с детьми на трудные темы. Все информации, чтобы вас сейчас не икутать на сайте Герценского университета, Поэтому приходите. В 15 часов у нас в библиотеке. В понедельник. Уважаемые коллеги, Как вы знаете, Всегда у высокого собрания профессионалов Есть такая игра в резолюцию. И, естественно, Проект такого документа у нас имеется, Благодаря тем, Что кто-то заранее прислал Из оргкомитета нашей конференции, Мы что-то услышали И сами записали, В том числе и такие интересные предложения, Как объявить день чтения, Создать новый детский журнал, И так далее, и так далее, и так далее. Но я не хочу вас мучить, да, Потому что, я думаю, Мы вывесим это на сайте центра чтения. В течение недельки это повисит, С тем, чтобы вы могли бы оценить, Дать какие-то свои редакционные замечания, Предложения по новым, так сказать, идеям. Потому что у нас, естественно, Конференция чтения многообразия возможностей, Оно касается не только сегодняшнего нашего дня, Но и вчера мы много обсуждали, Работали весь день. И поэтому, конечно, мы будем рады Вашим предложениям. Перед тем, как поблагодарить и попрощаться вам, Вот прочитаю объявление, Которое меня попросили сделать. Что все, кто не получил вчера Авторские экземпляры, Подчеркиваю, авторские экземпляры Сборника 100 проектов поддержки чтения, Могут получить книги в гардеробе У Назаровской Ярославы Геннадьевны. У Назаровской Ярославы Геннадьевны. Ну что ж, коллеги, давайте я вас буду благодарить. Огромное вам всем спасибо, Что вы уделяете такое внимание нашим проблемам. Спасибо отдельное поэтам, писателям, ученым. Ну а вы, библиотекарь и практики, Всегда рядом с вами. Спасибо, до свидания, до новых встреч.